Скрипты. Что такое скрипты? Это речевой алгоритм, речевой модуль. Скрипт вообще – это алгоритм. Технари знают это понятие. Это алгоритм или какой-то набор операций заранее продуманной. В сфере продаж скрипты появились, как ни странно, в Америке. В Россию они пришли буквально недавно, когда компании начали обучаться, развиваться большие компании. Сейчас они очень распространены в массовом ритейле, например. Связно, Евросеть, такие дела. Они распространены в крупных банках, колл-центрах банков, любые формы взаимодействия. Причем скрипты не обязательно в продажах. Скрипт – это запрограммированное действие в любой той или иной ситуации. У вас может быть скрипт отработки рекламации. Звонит вам клиент разгневанный жаловаться и говорит, что вы мне сделали, мне пришло не то или сломанное. Эти отделы по работе с рекламацией тоже скриптуются определенным образом, чтобы компания одинаково, эффективно реагировала на каждую подобную ситуацию, снижая человеческий фактор. Скрипт – это снижение человеческого фактора и повышение технологического фактора. Сегодня, после нашего занятия, я думаю, вы поймете окончательно, что такое скрипты, а самое главное, вы будете долго удивляться, как вы вообще без них жили. Потому что это реально крутая штука. Скрипт также – это опыт, упакованный миллионов продавцов, которые… не надо ничего изобретать. Поверьте, что те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, например, я подумаю, я посоветуюсь, перезвоню, или, например, дорого, или, например, нам не интересно, нам не надо, или, например, любые такие точки – это все уже не первый раз происходит в истории. То есть миллион раз в минуту это происходит в России. Такие точно фразы. И поэтому не надо думать, что вы такой один уникальный сталкиваетесь сейчас с подобными ситуациями. Коммерческим предложением вас забревают тоже абсолютно нормально. Это миллион раз так происходит. Но чем большие компании или успешные отличаются от неуспешных? Тем, что одни умеют работать с этим, а другие – нет. Поэтому то, когда ко мне приходят и говорят, а мне сказали нам неинтересно, или, а вот мои клиенты думают. Ну, это же не значит, что они реально думают. Что вы себе представляете? Я подумаю. Вы такие, ну, конечно, думаете. И он сел тут, да? Вы ему звоните через неделю. Ну, как вы там надумали? Особенно, когда он сказал, мне нужно с партнерами посоветоваться и подумать. А они сидят, как рыцари круглого стола за круглым столом уже неделю и говорят, нет-нет, мы еще думаем и сидят и… Нет же! Нет! Понимаете? Поэтому сегодня как раз об этом тоже поговорим. Думаю, не думаю. Поэтому что такое скрипт? Это опыт лучших, лучшей практики, упакованный в конкретные речевые модули, в конкретные фразы. По поводу продаж очень много всяких там продажей, переговоров, очень много тренингов, книг, всякой такой информации. Кто проходил тренинги по продажам хоть раз? У кого было обучение? Вы знаете, я проходил тоже очень много тренингов по продажам, и я наблюдал совершенно разные подходы к тренингам по продажам. То есть один я видел такой психологический подход. Например, сядьте напротив клиента, улыбнитесь ему, посмотрите ему в глаза, постарайтесь войти NLP в рапорт с ним, определить его модальность, прокалибруйте чуть-чуть его, начинайте повторять его дыхание. Установится эмпатия между вами, а он захочет покупать. Копируйте его движение, следите за ним. Вы знаете, реально такие люди есть же. Ко мне реально приходили люди, которые начинали меня повторять. У них такие стеклянные масляные глаза почему-то, ну и они вот реально повторяют. Мне же даже страшно с ними. Я едва не туда же. Ужас вообще. Я не к тому, что NLP там это не работает или работает. Другой вопрос, что если в отсутствие базы изучать одно NLP, ты станешь жутким NLP, от которого чураться люди будут. И это будет явно не круто. Это будет максимум смешно. Есть подходы американские такие. «Хе-хе-хей, у тебя получится! У нас получится! Аллилуйя!» Кто-нибудь скачет так, заряжает. Это вот в сетевом маркетинге очень принято. Ну как бы там идет утренняя накачка такая. Ну там в компаниях Кирби. Он выиграл квартиру! Да! Мы тоже выиграем квартиру! Причем это целесообразно все, действительно, энергия в продажах очень важна, и вот этот энергетический подъем происходит, потом человек идет в поле продавать эти ножи, отвертки, и у него хватает энергии, в принципе, пробить там нескольких покупателей, он потом такой приходит, и его опять «молодец!» накачивают. Неплохой подход, но неплохой. К слову, и то, и то работает, и то, и то работает, просто это не целесообразно на вашем уровне, то есть если бы мы сейчас вас вдруг накачивали, что у нас там получится продажа, то есть вы бы сдулись, ну как бы сначала накачались, потом бы сдулись. Если же я сейчас про калибровку и дыхание буду говорить, там НЛП или рапорт какой-нибудь, во-первых, я особо не умею этого всего дела, а во-вторых, ну, какая калибровка, если вы, ну, многие не знаете, что сказать, ну, первые фразы клиенту, потому что почему многие из вас не делают, например, те же самые холодные звонки или встречи? Сидят там ВКонтакте, там что-то там делают объявление, Яндекс.Директ накручивают. Почему? Да потому что, ну, а что говорить-то, да? Ну, что говорить? Это реально, ну, непонятно, то есть самое страшное происходит тогда, когда вот сейчас через секунду начнется звонок, и паника такая, как я начну разговор, что мне сказать? Как в анекдоте, да, Чебурашка, там, ну, помню, Гена и Чебурашка, да, там, о, боже мой, у меня крокодил в ванной, да? То есть, чего реально говорить? Так вот, то, что я сейчас скажу, на большой вклад в это, наверное, такой основополагающий, привнес человек, которого мы очень любим и уважаем, и на него готовы ссылаться постоянно. Я думаю, вы уже поняли, кто это, это Сергей Азимов, ну вот, это реальный такой супер-дупер-гуру, на обучение которому мы отправляли себя, своих сотрудников, и я ни в коем случае не хочу свое авторство вот этого дела придумать, да и он тоже не автор, но он провел огромную работу по систематизации конкретных речевых формулировок и алгоритмов. Поэтому сегодняшняя информация, наверное, на 60% будет состоять из его базы, на 40% будет состоять из моего конкретного опыта в разных отраслях, в цветах, в одежде, там, в этом, как его, в диодах, там, в сантехнике. Вот такая вот гремучая смесь получится, ну и уже каких-то собственных там доработок, бм-овских, не бм-овских. Итак, из чего состоит скрипт? Прежде всего, давайте поймем скелет скрипта. А, нет, давайте ради интереса. Кто продает оптом что-то? Оптом. Выходи. Ничего страшного. Так, ты что продаешь? Щебень. Щебень? Ты как продаешь? Нормально, нормально. Я говорю. Здравствуйте. Так, так, так. Вот, ребят, это очень сложно выйти сейчас при зале и знать, что я сейчас чуть-чуть буду издеваться. Ну, как бы, а я не буду особо издеваться, но тем не менее, нам важно понять, как это реально в жизни происходит. А тот стресс, который сейчас, он точно такой же и в продажах. Вам люди звонят или вы звоните кому-то? Мне звонят. А вы не звоните? Ну, перезваниваю иногда. Ну, понятно. Ну, хорошо, вам звонят. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы щебень продаете? Да. Сколько стоит? А вас какая фракция интересует и какой объем? Фракция меня интересует девятая, объем 200 тысяч тонн. Сколько будет стоить? Хорошо, я сейчас узнаю и вам перезвоню. Хорошо, до свидания, до свидания. Слушаю вас дальше. Вы узнали и мне звоните. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Микрофон поближе. Значит, ваша фракция… Вы кто еще раз? Кирилл. Не понял, что за фракция? Что? Вы кто? Кирилл. Я вам звонил по поводу щебень. А, Кирилл, щебень, все, так вы и сказали. Так, слушаю, что вы узнаете? По цене, да, вы звоните? И что, сколько стоит? Щебень вашей фракции по объему вашего объема стоит тысячу рублей за куб. Дорого. Дорого, дорого. Ладно, давайте мы подумаем, если что, перезвоним. Хорошо? Хорошо. Да, до свидания. У меня просьба большая – поаплодировать, потому что это реально… Спасибо. Можно, в принципе, присаживаться. Это реально так и происходит. Что вы думаете, какой-то разговор долгий? Дорого. Я подумал, перезвоню. До свидания. Так происходит? Так. А теперь меня интересует. Ну, отдайте себя на заклание. То есть кто исходящими звонками? Вот кто выходит в холодную, не в холодную, то есть встречается с оптовыми заказчиками, встречи назначают. Вот такие. Вот. Что за ниша? Ну, ты, наверное, скрипты знаешь, нет? Знаешь нашу систему или нет? Отлично. Давай, выходи. А то некоторые выходят и начинают показывать, как они усвоили материал. Это не так интересно. Так, ноутбуки оптом. И то есть ты выходишь по кому? По магазинам, которые занимаются ноутбуками. По магазинам, которые занимаются ноутбуками. То есть как ты выходишь? Ты звонишь им или что? Холодные обходы. То есть я по рынкам прошелся. Супер. Компьютерным там. Ну, как там может быть. Карпушка, Савеловский и так далее. Есть выхлоп? Прайс-лист, да. Супер, супер. Отлично. Прайс-лист. Вот тебе прайс-лист. На. Вот. Я прихожу, говорю, здравствуйте, у вас ноутбуки оптом интересуют. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты так и говори, давай. Здравствуйте. Но оптом интересует. Ну, оптом вы продаете, да? Да, да. Да я не знаю, как-то у нас есть. Ну, подержите прайсик. Давайте. У нас, в принципе, есть уже ноутбук. Ну, вы видите, цены тысяч на пять, на десять отличаются. Вы это оставьте. Оставьте. Я покажу директору. Мне нужны ваши контактики, чтобы не потерялись. Там написаны мои. Вот. Мне нужны ваши контактики, чтобы не потерялись. Возьмите мои контактики. Спасибо, спасибо. Ага, да, до свидания, до свидания. Потом я прихожу домой, забиваю это все дело в базу. Так. И как только мне поступают новые ноутбуки. Ноутбуки — это после сервисных ремонтов. Есть абсолютно новые, есть витринные образцы. Так. Есть вот после сервисных ремонтов. Там есть чуть-чуть с сарапинами, есть чуть-чуть, ну, прям вообще в пленке. Так. В основном, вот, рынком интересуют новые абсолютно. Так. Вот. Я звоню и говорю то, что, ребят, здравствуйте. Давай, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам прайсик скинул на почту. Вы посмотрели? А что за скинул? Прайс-лист по ноутбукам. Помните, я к вам приходил неделю назад? Меня Виталий зовут. Я не помню. Что-то он был так, и что, и что там. Я вам прайсик скинул. Посмотрите, там новые поставки пришли, ноутбуков. Их очень быстро скупают, поэтому смотрите сами. Там обалденный товар. Сейчас 50% где-то из них просто нулевых. Вот. Поэтому я предлагаю вам приехать и на месте все это дело посмотреть и выбрать. Самое лучшее. Приехать к нам вы имеете? Нет, к нам на склад и выбрать уже на месте все это дело. Ясно, ясно. Хорошо. Так, теперь опять же я немножко из своей роли выйду. И чего? Вот какой выхлоп, какая статистика? Выхлоп, ну где-то вот у меня сейчас 50 потенциальных клиентов и в неделю где-то 2-3 продажи мне идет. 50 потенциальных это оптовиков, да? Да, да, да. У меня больше просто. А есть уже реальные, что вы сделали 5 встреч, из них уже начали с вами работать столько-то людей? Ну вот я уже работаю, зарабатываю на этом деньги. Сколько? Ну вот за ту неделю у меня было 20 тысяч где-то на ноутах, за эту неделю у меня где-то в районе 8. А вы только недавно, да, это стартовали? Просто вообще. То есть вы начали ходить в колонию? Да, да. Ясно. Как часто получается ситуация, то что вы не попадаете на лицо принимающее решение, а попадаете на продавца, например? Случается часто, но продавцы, они в курсе все это дело, они видят то, что цены очень интересные, очень красивые. И в начале меня посылали просто вообще там на Савеловску, например, у меня там процентов 90, наверное, людей послало. Сказал, фу, говно какое-то, что ты тут мне впариваешь какую-то херню? Да. Вот, и я пришел домой такой расстроенный, думаю, блин, вообще ничего. И тут у меня начались звонки, два звонка, я такой, ну, в итоге ничего не купили, но показалось то, что есть. Отклик есть. Отклик есть, да. Я пошел на другой рынок, там совершенно другая ситуация, там все, давай, 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 давай. Вот, и совершенно все по-другому. И вот я сейчас работаю с несколькими рынками, вот, у меня сейчас есть модель, как закольцевать все это дело. Все, 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 понятно, понятно. Я сейчас про скрипт конкретно говорю. Ну, хорошо. И как часто бывают у тебя, вообще, какая вот конверсия есть у тебя, там, 10 из них сколько покупают, из 10 попыток сколько? Из 50 прозвонов где-то 4-5 просмотров идут вот так вот. Да, 4-5 встреч. Да, 4-5 встреч. Люди просто некоторые… Из 5 встреч сколько добираются? До покупки. 2. 2. Ну, где-то так, потому что некоторые люди приезжают посмотреть, что это такое, потому что они не знают, что это такое. Вот. И я… А они к тебе приезжают, не ты к ним с образцами приезжаешь? Они ко мне приезжают, потому что у ноутбуки там большая очень склад, там 200 штук, может быть, буков приходят. А почему бы с ними не встретиться лично и не обговорить? Это я там как агент. Это не мой товар даже. Ага, ты как агент. Я там как агент. Ясно. Вот смотрите, ребята, скрипт нужен для того, чтобы повысить на несколько процентов вот этот КПД. То есть он сам по себе не нужен. Но опять же нужно понимать, что вот если у вас квота 10 из 10, то скрипт никакой не нужен. То есть говорите, как вы говорите. Если у вас 54,2, то, возможно, можно повысить в 6,3, например, да, или там сколько-то еще. Во-первых, я бы под вопрос все-таки поставил, как тот первый метод, по которому вы идете, потому что вы, по сути, натыкаетесь на церберов, а сразу суете в руки прайс, а потом прозваниваете. Вот здесь идет максимальная пробуксовка. Либо там такая штука на то, что в основном там действительно заинтересованы в этом делали люди. И в основном там есть собственники тех магазинов, которые торгуют, поэтому я не на церберов натыкаюсь, а именно на владельцев. Меня за руку берут и ведут к владельцу там все половины этого горбушки. О, вот это интересно. И вас привели к владельцу, и что вы говорите? Я ему показываю, он стоит чмокает, а потом дает мне свои контакты, и я уже с ним работаю. Нет, ну вот я владелец, вы мне говорите, вот мы ноутбуки продаем, вот Натя, смотрите, я чмокаю и смотрю. Я говорю, типа, ну давайте я подумаю. Я говорю, хорошо, у меня каждую неделю 150-200 ноутбуков приходят на склад, их постоянно раскупают, поэтому как только нам приходят новые, я вам сразу же звоню, отзваниваюсь и говорю о том, что есть. Все, прикольно, прикольно, молодец. Нет, классно, классно, все, спасибо. Спасибо, спасибо. Ребята, я просто хочу не говорить на голой теории, я хочу, чтобы мы посмотрели, как оно действительно происходит на практике. К сожалению, не удалось меня обосрать прям по полной программе. Ну ладно, все равно начнем, потому что здорово, что с нуля взяла и поднялась ниша, по сути, на таком холодном обходе. Скрипт состоит из нескольких элементов, которые вы сейчас увидите в этих предыдущих разговорах двух. Первый элемент скрипта, так называемое открытие. То есть это самые первые слова, на которых резались первый и второй оратор. Что это значит? Когда вы звоните кому-то или приходите и говорите «Здравствуйте, я Кирилл, что вы там решили по фракциям?» Или «Я там это, а что по ноутбукам?» Он говорит «Кто? Что? Что ты вообще хочешь? Что? Чего?» Это большая проблема, с которой мы сталкиваемся. Не понимают, о чем речь, и возникает изначальный негатив. Если посмотреть на такой график, наверное, все-таки эмоциональной кардиограммы такой, то вас изначально не любят как продавца, вас посылают. Это нормально. Вы сами так, когда вам что-то продают незнакомый человек, вы изначально относитесь негативно, идите от меня. Это нормально. Потом, если вы проанализируете свое состояние, вы будете выкручивать ситуацию наверх, вы будете общаться, если вы ухватились за разговор, то есть там вопросы правильные задавать. И вот вы уже детей вместе хотите крестить, то есть все в порядке, все вы друг друга любите. Здесь идет такой эмоциональный подъем. Потом вас спрашивают «А сколько стоит?» Или сразу вас спрашивают «Сколько стоит?» И вот как бы вы не крестили своих детей, все равно спад эмоциональный. И потом, может быть, есть еще одна точка слива – это «Я подумаю». То есть когда человек говорит «Я подумаю потом», «Я подумаю». Оставьте. Он пытается продемонстрировать вам то, что вроде как он не посылает вас, но ничего не обещает. Вот это три типичных точки слива, с которыми мы будем работать. Это первая, цена вторая и вот эта тягомотина третья. То есть если проанализировать 90% разговоров везде, то первое – это изначальное. Когда вы пришли, вам говорят «Идите отсюда» или вы звоните кому-то, вам говорят «Идите». Но если вы не сталкиваетесь с этим, значит вы не звоните и не продаете. Понимаете? То есть вы на входящих там что-то пытаетесь сидеть, какие-то крохи есть. Ну или я не знаю чего. Поэтому вторая цена. Обычно слив идет на цене, всегда, какой бы классной даже она ни была. И дальше вот это я подумаю. Знакомы вам? Ну, кто продавал, тот знает. Соответственно, мы в своем скрипте с каждой из этих точек будем с вами работать. Но не работать, а скорее дадим, наверное, речевой модуль под это. Кроме того, прежде чем дать конкретные комбинации, я хотел бы доказать, что у скрипта есть всегда цель. Это надо всегда помнить. Цель. Как у текста продающего, у сайта есть цель, так и у скрипта есть своя конкретная цель. Причем все не настолько очевидно, как обычно идет разговор о целях. «Цель должна быть продать товар» – нет. Мы пишем скрипты по тактику работы. Например, в оконном рынке, работая, мы поняли, что конверсия замеров на продажу намного выше, чем конверсия со звонков на продажу. И когда мы по телефону общаемся с клиентами, то менее 3-5% превращаются только в договора. Однако каждый второй замер превращается в договор. Каждый второй. Цель скрипта – не продать окно, а продать замер. Чувствуете разницу? Я вам, по-моему, уже давал этот пример с окнами. Цель – продать замер. Тоже точно так же. Мы, например, работали с автозапчастями. Цель скрипта – продать ключевой следующий шаг. В нашем случае мы понимали, как выглядит продажа автозапчастей. У нас очень много звонков входящих. Но, однако, практически все эти звонки сливаются. По какой причине? У вас есть такая запчасть? На Хонду 95-го года есть? Да, есть. Ладно, я подъеду. Где вы там? В Кунцевском авторынке? Да, да. До свидания. И 90% звонков уходят в никуда, потому что даже если он приехал в Кунцево, в этот China Town, он куда-то ушел. Понимаете, да? Но, однако, мы заметили прецеденты такие, что если назначается доставка, например, бесплатная габаритная детали, то, скорее всего, он не сольется с этой доставки. Понимаете? То есть, если мы назначили курьерскую доставку на автозапчасть, то вероятность конверсии из количества слива гораздо меньше. Значит, цель скрипта – продавать доставку. Понимаете, да? У всего есть конкретная своя цель. Например, работая с персоной, с этими парикмахерскими персонами, мы поняли, что очень мало, анализируя конкретную транзакцию с клиентом, что практически никто из парикмахеров не предлагает эти средства. Ну, потому что, во-первых, либо не знает, как это делать, хотя он и получает с этого процент, с продажи средств. Ну, этих шампун, муссов каких-то, я не знаю, пенок, молочка какого-нибудь для этой головы. Соответственно, никто не предлагает. Когда мы поняли, что нашей целью является сделать так, чтобы каждая транзакция покупала у нас это средство, мы придумали скрипт для продажи вот этих средств, который выражался не просто в фразах, а в определенной тактике, что нам сначала нужно этим молочком помазать голову, объяснить, почему именно это молочко очень хорошо для волос, потом дать ему бумажку и сказать, вот, кстати, рекомендации вам по уходу за головой. Вы можете отметить здесь галочками те, которые вы хотели бы получить. У нас, кстати, акции на некоторые идут. Этого достаточно было. Вот и скрипт, понимаете. Но это не просто скрипт, как вариант. Это теперь алгоритм каждого действия, который контролируется. Это действие не исполняется во всех 100% случаев. Исполняется в 60%. Поэтому вы могли наткнуться на ситуацию, когда оно или исполнялось, или не исполнялось. Но, однако, скрипт не выглядит сложно, но можно. Тайные покупатели, проверки, замеры и так далее. То же самое в туризме, например. Мы понимали, что 90% наших звонков выглядят примерно так. Здравствуйте, девушка, в Египет путевочку посчитайте. Слушаю вас, на какие даты, 22-23 на 8 дней, сколько человек поедет, 5 человек, есть ли дети, нет ли детей, все понятно. Путевка будет стоить 60 тысяч на человека. До свидания, девушка. Я подумаю. До свидания. До свидания. То есть 10 минут разговора просрано. А когда поток состоит из огромного количества звонков, понимаете, то есть каких денег стоит это решение. Но, однако, мы также замечаем, что на встрече конверсия в поездку 70%. То есть каждый, кто добрался так или иначе до нашего офиса, ну там 70% из них все-таки едет в отпуск. Значит, нам надо продавать не тур, а встречу в офисе. Если говорить об оптовых продажах, то же самое. Мы понимаем, что встречи лучше, чем звонки. Это можно вытатурировать везде, на руке у себя. Значит, надо продавать встречу, а не товар сам. Ну, сама логика и тактика. Сейчас постараюсь вам на практике показать, как мы это делаем. Давайте для начала дам вам скрипт обхода секретаря при назначении оптовых всяких встреч. Встреч с заказчиками потенциальными. Вот, в частности, есть такая технология. Называется она девочка звонильщица. Знаете про такую? Ну, например, мы понимаем. Скажите, у кого были встречи уже с клиентами своими? Встречи. Ну вот, кто был на встречах со своими клиентами? У кого эти встречи переросли в деньги? Кто вот продал? Кто понимает, что просто, чтобы было больше денег, надо больше встреч? Есть ли, понимаете? А теперь, кто не против получить 60 встреч в месяц? А как вы думаете, есть ли решение, которое даст вам 60 встреч в месяц? Спид-дейтинг, да? Ну, такое решение и есть. В частности… Так, что-то я говорю в два микрофона, зачем? Ну ладно, пусть будет так. Надеюсь, меня слышно в регионах нормально. Девочка-звонильщица – это девочка, которая делает все очень просто. 150 звонков в день, из них 43 дозвона, из них три встречи. А три встречи умножить на 20 рабочих дней – это 60 встреч в месяц. Вот вам и 60 встреч в месяц. Звоня по холодной базе, по скрипту. Другой вопрос, что если бы вы просто наняли сейчас девочку, вы звонили и сказали бы, девочка, звони-ка, будешь получать деньги с продаж, продавать будешь диоды, она бы ничего не сделала, не поняла бы. Причем, что этот сотрудник может стоить достаточно дешево. Если же мы ей говорим, девочка, девочка, смотри, садись сюда, смотри за мной. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Зовут промоизделия? Да. Соедините, пожалуйста, с генеральным. Она спрашивает, по какому вопросу? Мы говорим, а вас как зовут? Она говорит, Людмила. Я говорю, Людмила, очень приятно, меня Михаил зовут. Михаил, компания энергосберегающая система. Мы как раз работаем с такими компаниями, как ваши. Занимаемся снижением энергозатрат. Я что, собственно, звоню? Мы сейчас выходим на самарский рынок и определяемся с ключевыми партнерами, с которыми будем работать по спецусловиям. По спецусловиям. Поэтому у нас есть примерно 2-3 недели, чтобы поговорить с руководством компаний как раз самарских, что мы собственно и делаем. Поэтому просьба переключить меня на человека, который отвечает вас за вопросы электроэнергетики или покупки, смены оборудования и так далее. Мы назначим конкретную встречу, подъедем, покажем собственное устройство. Сможем просчитать сразу экономическую выгоду. Если поймем, что сможем работать, будем говорить дальше. Если нет, то нет. Времени у нас мало, поэтому коммерческие предложения ничего не скажут. Сразу я немножко предвосхищаю вопрос о коммерческих предложениях. Работаем с такими компаниями, как Седьмой Сок, Промавиа, Промтруп и так далее. Теркизова. Как, кстати, правильное имя и фамилия пишется генеральный директор, мы ему еще на фирменном бланке официальный запрос отправим. Бурмистров. Так кто там? Бурмистров Василий Леонидович. Ясно. Сейчас можете соединить? Да, хорошо. Вот. Меня соединяют. Не с первой, так с третьей попытки. Понимаете? Это, ну, я вам сейчас сказал, очень эффективный скрипт по обходу секретарей. Мы можем сейчас его разложить по полочкам. Почему? Он дает нам на девочке-звонильщице из сорока трех дозвонов, ну, сто пятьдесят пикапов, просто звонков. Сорок три, получается, дозвона, состоявшихся разговора. Из них три, получается, назначенных встречи по компаниям, соответствующим нашим критериям. А три встречи в день – это 60 встреч в месяц. А вы езжайте на эти встречи. Понимаете? То есть вы получаете на входе, ну, 60 встреч в месяц. Если две звонильщицы – 120 встреч в месяц. Вот, кстати, вопрос к масштабированию. У нас в Чебоксарах был отдел, до того, как мы наладили поток входящих звонков достаточный, мы работали по девочкам-звонильщицам, до того, как у нас еще сайт был там, ну, лидогенерирующий и так далее. Три девочки звонили и делали кучу встреч. То есть проблему встреч мы для себя решили. Сначала сами ездили, потом ездили менеджеры. В Google Docs в расписании появляются назначенные встречи с компаниями, их бронируют для себя менеджеры. Девочка не может не звонить, потому что это является ее единственной функцией. Понимаете? Ей за это платят деньги. Причем хорошие деньги. В Чебоксарах она может получать в два раза больше, чем получают все ее взрослые товарищи. Менеджер не может ездить на встречи, потому что они уже назначены для него к этому дню. То есть такая очень интенсивная система. Я вам дал пример скрипта. Если мы сейчас разберемся с вами в деталях этого скрипта. Это не идеальный скрипт. Каждый из вас сейчас может восемь раз его оспорить и сказать, а если он скажет так, а если вот так, а я бы на это так. Идеальных скриптов не существует. Есть лишь квота. То есть насколько он при большом потоке более эффективен, чем альтернативы. Если альтернатива более эффективна при потоке, значит нормально. В цветах, например, как у нас выглядел скрипт. Алло, здравствуйте, Нестле? Да, здравствуйте. От вашей организации за прошлый год было несколько заказов по цветам, по букетам. Меня зовут Михаил, компания «Эрмитаж» цветочная. Наше руководство приняло решение, человек, который у вас там цветами занимается в компании, от нас преподнести подарок в честь знака признательности – композицию из живых цветов. Композицию из живых цветов. Поэтому вы меня, пожалуйста, с ним сейчас соедините. Мы время и место узнаем, куда подвезти, как там что поставить. Познакомимся и о дальнейшем сотрудничестве поговорим. Да, конечно, здесь конверсия совершенно другая. Ну, понятное дело, да? То есть намного более высокая. Двенадцать встреч в день – не проблема. С самыми топовыми компаниями. Ну, тут таким входом является входная композиция, так называемая. То есть четыреста рублей стоит нам композиция, но зато она обеспечивает нам вход в самый крупняк. Вот это скрипт. Это просто человек не смог бы придумать. Ну, просто. Ну, я имею в виду, просто сотрудник. Он бы каждый раз звонил по-разному. А зачем звонить по-разному, если именно этот разговор дает вам ожидаемый прогнозируемый результат? Зачем? Понимаете? Поэтому скрипт очень важен в продажах. Даже вот в туризме, например, когда мы внедрили скрипт, мы таким вот… Как проще всего человека в офис заманить? Как? Мы ему говорим… Кстати, у нас все, кто сейчас в офис приходит, мы дарим путеводителя по стране в подарок. Для нас путеводитель стоит 180 рублей. Ровно 180 рублей стоит нам встреча с клиентом. То есть скрипт – это не только о разговорах. Скрипт – это еще и о решениях подобного уровня. Один сраный путеводитель может изменить в целом всю ситуацию по компании. Понимаете? Поэтому я очень внимательно хотел бы, чтобы вы отнеслись к этой информации. Ладно, я с прелюдиями немножко затянул. В общем, из чего состоит разговор? В данном случае проанализируем этот скрипт. Например, разложим его по частям. Добрый день. Пауза. Там компания «Промстрой Альп»… Мы уточняем, правильно ли мы попали. Да, правильно. Заметьте, дальше я сразу говорю – соедините меня с генеральным. Почему я говорю так? Конечно. Потому что, апеллируя потоками, когда мы работаем с потоками, в 20% случаев нас сразу соединяет. Когда мы попадаем на маленькую секретаршу, которая только что устроилась на работу и всего боится. Она выполняет ровно все функции. Но, скорее всего, мы попадем на другую секретаршу, которая уже 30 лет работает, и она хрен кого соединит. Она испытывает чуть ли не сексуальное возбуждение от того, что она кого-то забрела. Но для нее мы включаем другой набор программ. Но соедините меня с генеральным сразу, мы говорим практически сразу. Или с главным инженером. Потому что это идеальный сценарий. Да? Да. Да. Обязательно. Потому что основная ошибка какая бывает. Я ее хотел вскрыть как раз на этих примерах. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит компания. Меня зовут Руслан. Я представляю компанию «Рога и копыта». Мы представляем отличные «Рога и копыта». Нам уже 16 лет на рынке. У нас очень хорошее качество. И сейчас замечательный товарчик. Хотел бы вам предложить сотрудничество. Я не знаю, вам интересно, не интересно. Но вам интересно. Давайте мы сейчас подъедем, покажем, посмотрим. Реально. То есть вот эта вот тарабарщина, она возникает тогда, когда мы неопытные и мы думаем, что чем больше мы сейчас слов скажем, тем скорее 100 пудов мы продадим. Тот, кто быстрее и громче говорит, значит он прав. И поэтому я тоже орал в трубку быстро-быстро. Страшно паузу допустить. Страшно. Но в начале, когда вы только начинаете разговор, вы же не продавец. И вообще, я в этом скрипте постарался избавить вас от стыда за продавца. Потому что, когда вы продаете вот таким образом, впаривая, вам стыдно продавать. И вы постараетесь быстрее-быстрее проговорить, чтобы там уж что-нибудь он сказал, либо да, либо нет. И уже все-все. Вот я роль хочу немножко изменить и понимание. Да? Продаж, скриптов и так далее. Поэтому я говорю очень просто. Добрый день. Паузу. Понимаете, я могу быть Владимир Владимирович. Сейчас звоню на завод. Откуда она знает, кто я? Поэтому, конечно, она со мной поздоровается. Да? Дальше я говорю. Соедините меня с ЛПР. Ну, дальше начинается технология. Соедините с ЛПР. Лицо, принимающее решение. Первая попытка. Если удалось, отлично. Идем дальше. Если не удалось, она говорит, скорее всего. Ну, в 90% случаев. Она говорит, по какому вопросу? Она не говорит, вы кто. Она говорит, по какому вопросу? Абсолютно нормально. Заметьте, что я сделал. Я спросил, как ее зовут. Извините, а вас как зовут? Ну, вопросом на вопрос. И это нормально. Только не надо говорить, вас как зовут-то? Не надо унижать, не надо никого оскорблять. Она говорит, Людмила. Я говорю, очень приятно, меня зовут Михаил. Я что, собственно, звоню. И дальше продолжаю. Во-первых, я взял ее имя и занес ее в базу. Во-вторых, теперь Людмила понимает, что если она как-то накосечет, огребет именно Людмила, а не этот, а не кто-то там мифический всемогучий секретарь, которому можно теперь издеваться над всеми. Понимаете? Именно Людмила огребет. Когда вы выясняете человеческое имя, сразу немножко порох такой. Ну, при чем этот порох? Ну, в общем, имя. Познакомились. Отлично. Дальше начинается такой триггер в скрипте, который называется цель звонка. Если вы не сообщили в момент открытия, что вы хотите сейчас от человека и что вы звоните или что вы пришли, время играет против вас. То есть вы можете начать издалека очень часто. Приходите вы как продавец и говорите, отличный у вас магазин. А я смотрю, вот тут вы в боулинг играете, да? И человек напрягается, он думает, что ты хочешь. А вы знаете про 91 закон? Так тоже бывает приходит. Или 261 закон, знаете, слышали, может быть? Я начну издалека. Он не хочет сразу показывать, что он пришел продавать. И он играет против себя Дурила. Потому что этим самым он сильно напрягает человека. Человек не понимает. Он не понимает его логику. Он не понимает, зачем сейчас задаются эти вопросы. И скорее всего он пытается от вас избавиться. То есть вы сильно играете себе в минусы. Когда вы, сейчас я закончу. Когда вы говорите, я что собственно звоню? Уже самой этой фразой вы расслабляете человека, потому что он сейчас услышит цель звонка и все. И я сразу говорю, я звоню, чтобы назначить встречу. Вот по такому вопросу. Или цель нашей встречи – обсудить там условия поставок. Я сразу обозначаю свою роль. И все. И это нормально. Дальше мы сейчас еще проговорим по деталям. Поэтому цель встречи, цель звонка обязательно должна быть. Что я собственно звоню? Давайте. Да. Хорошо, что вы помните. Только давайте покороче. Потому что… Обзваниваю сантехников, рольставни в санузел. Предлагаю сотрудничать с партнерки. И начиная с того, что спрашиваю, а делаете ли вы такие рольставни, как покупатели начали? Правильно или неправильно? Или это как раз тот случай? Как один вопрос можно это задать. Скажите, а правильно я понимаю, что вы продаете рольставни? Или скажите, в вашем ассортименте есть ли рольставни? Человек говорит, да, есть. Вы говорите, я что собственно звоню? Я вот… Компания такая-то. Мы сотрудничаем с такими, как вы, как раз вешаем рольставни. Вот. Ну и дальше идем. Что я собственно звоню? Дальше мы говорим, что меня зовут там Михаил. Только не надо говорить слова, которые отражают продавцов, продажников. Эти слова, я представляю компанию, мы хотим вам предложить взаимовыгодное сотрудничество. Как только человек слышит взаимовыгодное сотрудничество, и я представляю такую-то компанию, это понятно, это впариватель. Лучше просто скажите, компания такая-то. Мы занимаемся энергосбережением. Или мы занимаемся поставками мяса. Да? Вот. То есть обозначьте. Компания такая-то, занимаемся тем-то. Потом говорите, я еще ввожу такую штуку. Мы работаем с предприятиями вашего уровня. То есть я говорю, мы работаем с такими, как вы. Если я звоню в гостиницу, например, я говорю, мы специализируемся на гостиницах, отелях и так далее. Если в ресторан, я говорю, мы там специализируемся на ресторанах, на кафе, работаем с такими. Если вы можете несколько имен звучных назвать, например, работаем с несколькими ресторанами Аркадия Новикова, работаем с гинзовскими проектами, вы сразу повышаете статус перед человеком. И понятно, почему я именно вам звоню, потому что мы во всяком случае из одной сферы специализации. Я продаю, например, систему мониторинга автотранспорта, мы помогаем сокращать затраты на автопарк, работаем как раз с дальнобойщиками, с службами доставки. Если я не ошибаюсь, вы как раз имеете большую разветвленную службу доставки. Понятно, да? То есть мы немножко поняли, что мы имеем общие точки. Затем я говорю, самая главная ошибка при работе с секретарями, это продавать секретарям. То есть, когда мы говорим, у нас замечательный товар по очень интересным ценам, я уверен, вас заинтересует. Секретаря это ничего не заинтересует. Ему абсолютно насрать, какие у вас цены, какие у вас интересные рассрочки и так далее. Ее задача одна, забрить вас. Однако, если она не понимает, что сейчас ей говорят, и у нее создается некоторая иллюзия относительно того, что там что-то серьезное, а это может быть действительно что-то серьезное, у нее срабатывает такой механизм, то что я не к тому, что секретари тупые, нет, ребята, ну просто это целесообразно так. Она говорит, так, лучше может соединить реально. Ну, что я говорю? Я говорю, смотрите, мы сейчас выходим на этот рынок, например, с новой линейкой продукции, или мы выводим новую услугу, или мы просто там выходим на ваш рынок, да, или в ваш регион, определяемся с ключевыми партнерами, с которыми начнем работать на спецусловиях, вот поэтому и звоню. Заметьте, что понимает секретарь, что понимает сербер, что сейчас, если она нас забреет, она может потерять статус ключевых партнеров, потерять спецусловия. А это, как минимум, ну не очень, да, но это как минимум опасно. Поэтому ей проще вас соединить, вы ей не продаете, вы ей объясняете, почему вам нужно поговорить с лицом, принимающим решение. Поэтому вы говорите, поэтому мне сейчас нужно переговорить там с человеком, кто у вас отвечает за это, и назначить встречу, на которой мы бы уже вкратце могли понять, можем ли мы сотрудничать или нет, да. Заметьте, я еще буду говорить про так называемый режим «да-да-нет-нет». Это когда вы не цепляетесь, как пиявка за человека, чтобы он купил во что бы то ни стало. Вы говорите «да-да-нет-нет», мне от вас не нужно, просто «да-да-нет-нет». То есть если вам там принципиально понравится предложение, будем разговаривать уже по срокам, деталям, условиям, объемам. Если вы поймете, что это не ваше, ну ничего страшного. Я не как этот банный лист прилип, я уважаю его время и уважаю свое, понимаете, да. И напоследок мы говорим, собственно, как правильно там пишется имя, фамилия, ну это уже деталь. Можете прямо там сейчас соединить. Отлично. Понятен, да, скрипт? Это скрипт обхода секретаря. Практически для любой сферы он, ну, хорошо работает. Хорошо, в моем понимании, это, ну, 3 из 43 при низкоуровневых сотрудниках, при больших потоках. Ну, вот вам на. В вашем случае, там, у меня, например, этот скрипт бы работал, может, там, из 10,6, из 10,7. Скорее всего так. Но, но мое время слишком дорого стоит, чтобы я там сам обзванивал этих, ну, клиентов. Лучше я эту функцию выделю на человека, который стоит дешевле. Соответственно, дальше дадим вам универсальный скрипт. Вот вы назначили встречу, хорошо, молодцы. Что дальше? Как разговаривать? Как продавать непосредственно уже то или иное? Как вести переговоры? И, как я уже говорил, этот скрипт состоит из определенного скелета, где первым этапом является открытие. То есть те самые первые модели разговора, которые помогают вам обозначить свой статус, определить дальнейший ход разговора и сделать так, чтобы вот эту яму, ну, эмоциональную вниз преодолеть. Затем есть блок вопросов. Большой проблемой многих продавцов является то, что они не задают вопросы. А если и задают вопросы, то какие вопросы вы задаете? Какие их фракции, какой объем и куда доставлять? Там вес, рост, объем. Вы задаете технические вопросы, технические, справочные вопросы, которые, к слову, надо задавать, и это нормально. Однако вопросы в данном случае помогают вам определить цену, но они не помогают вам себя продать. А правильные вопросы, отвечая на них, человек сам вам все продаст, сам все себе. Я вам эти вопросы сегодня дам. Ну, хороший у вас вопрос? Все, все, все. Так, вопрос был следующий. Как быть, если девочка-звонильщица не может ответить на глубокие технические вопросы? Как быть вообще, если сотрудник, не вы, не может ответить на какие-то технические глубокие вопросы? Первое, вы должны сформировать фак, но фак это frequently asked questions, да? То есть это, это, к слову, кстати, всем подойдет. То есть, как вы входите в любую нишу? Сначала вы звоните по конкурентам или по основным поставщикам под видом клиентов. И очень внимательно слушаете и записываете разговор. Какие вопросы вам они задают? Типичные, да? То есть вообще, о чем говорят на этом рынке? Какие вопросы задаются? Вы прозваниваете так несколько раз и выписываете те вопросы, которые вам задают, на которые у вас как бы ответов нет. Ну, такие важные для вас вопросы. Поэтому вы составляете некий фак и прописываете заранее для своих сотрудников и для себя же ответы, грамотные ответы на эти вопросы. Дальше вы выписываете список, такие эти scary words, страшные слова. Вам, например, говорят, каких фракций у вас там, этот щебень? Вы такие, что фракции? А это там, у вас пульповина какая? Вы такие, сейчас, секунду, уточню. Ну и ничего страшного, даже если вы слили. Но как войти легко в любую сферу? Это выписать список этих страшных слов и, во всяком случае, выяснить их значение. То есть понять, что такое пульповина, что такое клейковина, что такое там, я не знаю, там та или иная фракция или там тоннаж, дренаж, люмины, там эти всякие люксы, люминоватые и так далее. То есть все эти термины вашей ниши вы обязаны знать. Это вам тоже поможет. Это хорошо. Ну, как бы, вот. Поэтому в данном случае, либо вы своим сотрудникам вменяете задачу при сложном вопросе, прям так и говорить, вы знаете, это не вопрос моей компетенции. Поэтому она берет тайм-аут и говорит, могу ли я уточнить этот ваш вопрос, сейчас пойти к инженеру. То есть она звонит, это нормально. Ну, я уточню инженера, вам перезвоню, скажу. Или там он сам с вами свяжется по этому вопросу. Это ничего страшного, в этом нет. То есть просто генеральный директор не обязательно назначает встреч. Это нормально, если сотрудник может что-то не знать, если вы честно в этом признаетесь. Если вы будете там городить всякую чушь, да, вы можете там потом попасть. У вас там 100-ваттник, киловаттник, да, ну, как я говорил. Так, давайте не будем отвлекаться. Вопросы. После вопросов мы дадим, собственно, самого предложения. То есть тактика и логика формирования предложения и, не менее важный блок, название цены. Как вы называете цену? Обычно. Как? Сколько стоит? Ну, сколько стоит? 15 тысяч. Ясно, буду думать. Да, как называть цену? Зависит от объема, зависит от функционала, зависит от сроков. Зависит. Ну, сколько стоит примерно? Давайте так, я сначала вам расскажу, что вы получаете за эти деньги, а потом я назову вам стоимость, и вы увидите, что она того оправдывает. Полное говно. Конечно. Потому что вот эти методы называются, я их называю завываниями. То есть, ну, обычно, ну, вот в сетевом маркетинге тоже вот это принято, да? Например, я подумаю. Что надо говорить? А над чем? А над чем вы будете думать? Или так, а давайте подумаем вместе. А давайте вместе подумаем. И что вы думаете? Как часто на вашей практике происходило следующее? А давайте подумаем вместе, да? А давайте сядем сейчас подумаем. Или давайте я вам сейчас расскажу, над чем я буду думать. Ну, никогда же такого не было. Зачем тогда так говорить? Какую реакцию вы ожидаете от человека? Это все вот эти все стишки, там, стихотворения, какие-нибудь прикольные там фразочки. Это все говно. Ну, не работает оно. Поэтому мы должны выработать такой скрипт, который очевиден и логичен. То есть, в котором мы не будем выглядеть, как шут гороховый. Да? Поэтому. Название цены, ну, тоже нужно преодолеть. Но название цены – это одна из точек слива. Причем причина точки слива не очевидна. То есть, скорее всего, вы даже не знаете, почему. Вот вы сейчас будете думать, как правильно называть цену. Глядя в глаза, например. Или пряча взгляд. Или говорить. В зависимости от объема все, оттягивать название цены или не оттягивать. Или, например, говорить так. Стоит 7 тысяч рублей. Или так. Всего лишь 7 тысяч рублей. Или за эти деньги вы еще получаете набор отверток бесплатно. И то, и то, и то неверно. Ну, потом скажу. Скорее всего, если вот вы таким образом называете цену, у вас возникнет, а может не возникнуть, то, что называется возражение. И, скорее всего, у вас какое возражение возникнет? Нет, недорого. А я подумаю. Я подумаю – это как философия наук и наук, так же я подумаю – это возражение возражений. Я уже, ну, часть, может, аудитория об этом знает. Ну, я уже говорил кому-то на интенсиве, там не на интенсиве. Но сегодня будет самый такой полный блок информации по скриптам. Я подумаю – это такой мистический пузырь, который скрывает за собой, под собой реальное возражение. Человек не хочет думать, понимаете? А если он хочет думать, то это мы тоже можем понять. И основная форма работы с этим возражением – это лопнуть этот пузырь. Ну, мы поймем, как это сделать. Также возражение может быть дорого, нам не надо, мне надо посоветоваться, нам не нужно, неинтересно и так далее. Потом уже мы входим в закрытие, в закрывающую фазу продажи, когда нам нужно уже сделать так, чтобы он сделал первый шаг, заплатил нам деньги и так далее. Предоплату внес, транзишн на деньги такой перевести. И желательно сократить этот цикл, чтобы он не превращался в годы касаний до этого. Давайте начнем с самого верха. Открытие. Что касается открытия, я бы реально это вот очень внимательно сейчас проговорил. Первое. Вы здороваетесь. Добрый день. Это очень важно. Как правильно здороваться? Здравствуйте или добрый день? Вы что, издеваетесь? Какая разница, как здороваться правильно? Можете здравствуйте здороваться, можете добрый вечер здороваться. Нет. Блин, я не ожидал. Добрый день. Да, это понятно. Нет, нет, нет. Что я хотел сказать? Первое. То, что мы очень часто пропускаем. Помните, я говорил, вы кто, Кирилл, там? Че, че, как, как, где? Мы должны сразу забить, всегда такой навык иметь в голове, так называемый крюк ясности. То есть, че это значит? Это вы кто такой и че вы хотите и вообще какое дело вы ко мне, какое отношение вы ко мне имеете. Вот крюк ясности вбивается так. Итак, мы с вами вчера общались по телефону, назначили встречу на сегодня на 12. Напомню по поводу щебня. Поняли, да, о чем я говорю? Меня зовут Кирилл. Вспомнили? И человек может не вспомнить. Че, как, Кирилл, какой щебень? Вы понимаете, что особенно у высокостатусных людей информационных потоков тысячи. Очень много разных людей. Поэтому, когда вы звоните, говорите, вам какая фракция нужна? Он говорит, кто, что? Какая еще фракция? Он думает совершенно о другом. Поэтому вы обязательно забиваете крюк ясности, апеллируя к прецеденту вашего последнего общения, если оно было. Если вам пришла заявка с сайта, вы звоните и говорите, какую там, я не знаю, платье хотите. Нет, не так. Вы начинаете разговор с того, добрый день. Алина, да? Алина. От вас вчера нам пришла заявочка с сайта на подбор, видимо. Я так понимаю, вы рассматриваете сейчас платье себе. Не надо говорить, хотите купить платье. Вы рассматриваете платье. Вот я поэтому звоню. Поняли, о чем речь? Магазин там ВВВ такой-то, такой-то. Или там магазин Джуси Кутюр. Поняли? И вот вам нужно услышать именно вот это «А-а-а, Джуси Кутюр!» или «А-а-а, Самара!» Да, ну все. После вот этого ясности, вот этой вот, вы уже не играете против себя. То есть все нормально. Возникает ясность. Если вы этого этапа не прошли, вы играете против себя. С каждым вашим новым словом, потому что непонятно, о чем речь. Вопрос теперь возникает. Что делать, если никакого прецедента нет? Да? То есть, ну, так же таким прецедентом, например, если он заявку не оставлял. Или если вы с ним не договаривались. Да? В любом случае прецедент быть должен. Но только прецедент должен быть правдой. А то, если вы срежетесь на вранье, то все, считайте разговор закрыт. Если вы встречались с ним на выставке, обязательно вы говорите, мы встречались с вами на выставке. Любой прецедент должен быть. Касание. Если вы звоните по рекомендации от какого-то человека, вы говорите, здравствуйте, я звоню по рекомендации, и поэтому рекомендацию так важно услышать, потому что это канал сразу, от Николая Данилова. Знаете Николая Данилова? Он говорит, да, знаю Колю, конечно. Он мне рекомендовал обратиться к вам. Давайте я вкратце расскажу суть вопроса. Если вы звоните в холодную, и у вас вообще никакого прецедента нет, то вы говорите, я сейчас нахожусь на вашем сайте, вот поэтому и звоню вам. Это нормально. Этого уже достаточно для того, чтобы иметь крюк ясности. Соответственно, дальше, когда вы, неважно, пришли вы на встречу, либо получаете входящий звонок, либо там, я не знаю, идет некоторая продажа, самое, ну, перед вами может быть совершенно разный клиент. Чем выше мы идем, чем скорее более агрессивными будут переговоры. Ну, или агрессивные, или не агрессивные. В особо крупных сделках почему-то модным считается сначала проверить человека на вшивость, пытаться как-то нажать и посмотреть, как человек будет реагировать. Очень часто вам в лоб сразу мужики спросят, сколько стоит? И вы понимаете, как бы, что, ну, вы там, давайте я вам сначала расскажу там про функционал, там, все дела, он, сколько стоит? Вот, вы такие, 20 тысяч, он говорит, дорого, до свидания, до свидания, да? Любой уход, любая попытка от ухода в вопросе, сколько стоит, будет провоцировать еще большую агрессию, да? Либо вас все равно будут гонять по вопросам, и вы будете, как этот, школьник на экзамене там, вы откуда вообще знаете, этого знаете, лысого знаете, там, этого знаете. Поэтому вам нужно сразу взять инициативу в свои руки. Инициативу вы должны взять в свои руки, то есть это такое, ну, вы сами должны сформировать повестку разговора. Есть такая речевой модуль, который позволяет это сделать, которым я всегда пользуюсь, он очень полезен. Этот модуль называется программирование. Только тут нет никакого особого программирования, просто, ну, это значит, мы задаем программу того, как будет строиться наш разговор. Я сейчас расскажу вам ее быстро, а потом мы ее разрежем на части и объясним. Слушайте, я говорю, Василий Петрович, давайте с вами поступим так. Для того, чтобы наше время с вами сейчас сэкономить, ну, или не затягивать наш разговор, да, я вам задам несколько вопросов по ситуации, ну, там, по поставкам, объемам, по условиям каких-то техническим. Затем уже дам несколько предложений или озвучу наше предложение. Вы на себя примерите, посмотрите, если поймете, что выйдет толку. Уже будем разговаривать по деталям, по срокам, там, по объему, по деньгам. Если нет, то ничего страшного. Хорошо? Хорошо. Все. Теперь инициатива в наших руках. Теперь мы можем задавать вопросы раз. Мы имеем моральное право задать вопросы. Во-вторых, он только что сам согласился на нами заданную программу и на наш сценарий этой встречи. Это очень прикольно. Давайте теперь смоделируем программирование на конкретных фразах. Это нормально. Он может даже до этого. Он может прийти и вас сразу, сколько стоит. Вы должны сказать, смотрите, есть вариант там за 5500. Вы самый низкий называете. Есть вариант за 2300. Мне очень сложно вам назвать сейчас цену. Я назову, могу любую назвать. Другой вопрос, что это будет не то, что там подойдет конкретно вам. Поэтому давайте с вами поступим так. Чтобы вас лишними вариантами не грузить, у нас тысяча ассортимента, я задам вам несколько уточняющих вопросов по туру, по датам, вылету, количество людей, страховки. Затем предложу несколько вариантов на выбор, наиболее достойных, на мой взгляд. Вы уже посмотрите, рассмотрите, если поймете, что будет толк. Будем разговаривать дальше. Если нет, то нет. Хорошо? Хорошо. Итак, мой первый вопрос. Поэтому это такая универсальная штука, которая позволяет вам в любой вопрос ответить на него и все равно перехватить инициативу. Но вы перехватить инициативу обязаны, потому что тогда вы будете регулировать разговор. Поэтому программирование состоит из следующих блоков. Первый блок называется повелительный императив. Или давайте поступим так. Так, сразу хочу предупредить. Все равно, наверное, здесь в аудитории сидят несколько троллей, которые потом будут писать, что это жаргонный язык, бизнес-молодость учат. Говорите как угодно, как хотите. Но, тем не менее, вы можете сейчас даже возразить. А вдруг он скажет, давайте бездавайте. Ну, можно так сказать. Я сейчас вам говорю свой стиль языка. Я говорю, может, с ошибками, с какими-нибудь словами-паразитами, ради бога. У меня просто конверсия достаточно высокая. Вы уж смотрите сами, принимать это для себя или не принимать. Берите модель. И потому что очень часто я видел очень умных, но бедных, к сожалению, людей, которые с тремя высшими образованиями, которые говорили, а я сейчас построю скрипт по законам Достоевского. И она делала сложно сочиненные предложения. Там смеркалось. Но это ужасно смотрелось в живой речи. Невозможно это воспринимать в нормальном живой речи. В целях экономии наших с вами ресурсов моим предложением будет следующее. Давайте поступим так. Затем я говорю про причину задавания вопросов. Заметьте, тут очень важны детали. Поэтому на первом этапе я бы вам посоветовал со всеми моими словами-паразитами прямо так и говорить. Через две недели будете говорить так, как вам нравится. Я своим сотрудникам заставляю прямо так, как я говорю. Вот так говорить. Потому что одна пропущенная фраза может в целом изменить разговор. Например, забыли вы вот это и сказали, давайте поступим так. Я буду задавать вопросы, но все будет совершенно по-другому. Поэтому вы говорите причину задавания вопросов. Какие здесь есть варианты для того, чтобы сэкономить наше с вами время? Здесь тоже есть свои нюансы. Первое. Для того, чтобы сэкономить время, это хуже. Некоторые говорят, для того, чтобы сэкономить ваше время, тоже вы на коленке стоите. Зачем? Или так, для того, чтобы сэкономить сейчас мое время, тоже плохо. Поэтому, ну говорите, для того, чтобы сэкономить наше с вами время, или то, что я тоже использую часто. Обычно, вот, руководители компаний, они конкретные такие мужики или женщины, да, там, но они конкретные люди. Они не любят воды. Они страшно не любят, когда начинают издалека. Если вот кто-то ко мне тоже с вопросами подходил, я очень часто говорю, в чем вопрос? Да, ну, я не знаю, вы это замечали или нет? То есть вы начинаете там говорить, говорить, говорить. Я говорю, в чем вопрос-то? Ну, мне не надо вот этой воды. И это очень сильно бесит. И поэтому, когда вы начинаете издалека, эти менеджеры по продажам, которые бомбят эти компании, они тоже начинают очень издалека, это бесит людей. Поэтому, когда в программировании я говорю, давайте так, чтобы вот без лишней воды, я задам вам несколько вопросов, да? Или давайте так, чтобы вот сократить басню, или так, давайте, чтобы по конкретике, или чтобы по существу. Вот мужики, которым сильно надоела вода, они говорят, да, давайте, по конкретике, давайте без лишней воды, реально. Ну, они так не говорят, но они это чувствуют. Потому что, действительно, вода и вот эти вот долгие-долгие непонятные прелюдии всех сильно достали. На высоком уровне сразу говорят, я хочу построить здесь завод, вот и все, ну, без лишней воды. Поэтому, ну, я вот пришел, собственно, строить завод. Максимально прямо. На эту тему даже анекдот есть. Сережа Азимов очень прикольно рассказывает. Поцелуй в плечо называется. Знаете такой анекдот? Очень интересный. Он иллюстрирует. Один друг звонит другому и говорит, привет, Коля, как ты сам? Коля говорит, да нормально, слушай, хорошо. Слушай, а как работа у тебя, как карьера? Он говорит, да нормально, ничего, повысили, вот не да. Слушай, я слышал, машину купил. Как вообще? Моща? Ревет? Нормально? Рвет на старте? Да-да, не жалуюсь, нормально, машина хорошая. Слушай, жена твоя, я слышал, то есть она в отпуске, да, была на Бали, да? Да, была-была-была. Слушай, а детишки-то в школе как вообще? Нормально, оценки, успеваемость? Он говорит, слушай, ну что хочешь-то? Нормально у меня детишки, я вроде ничего. Слушай, Коля, дай денег, а? Денег дай. Коля говорит, слушай, поцелуй меня в плечо, пожалуйста. Он говорит, Коля, не понял, почему в плечо? Че, не понял, че в плечо, че? Он говорит, ну, ты тоже издалека начал. Поэтому не начинайте издалека, сразу сокращайте басню. Поэтому, чтобы сэкономить наше с вами время, вы говорите, я задам несколько вопросов, или я вас немножко поспрашиваю. Только, опять же, дьявол в деталях. Если вы говорите, я задам вам несколько вопросов. Черт узнает, какие вопросы вы сейчас будете задавать. Если вы не конкретизируете, какого типа вопросов. А может, вы наркоман? Налоги платите, не платите. Я задам вам несколько вопросов по туру. По датам вылету. Заметьте, я даю такую вилочку примеров. По датам вылету, срокам стоимости. Я говорю, что я буду задавать сейчас вполне уместные к данному контексту вопросы. Или там, я вас прошу, задам вам несколько вопросов по поставкам. Как раз там, по фракциям, объему, и так далее. И человек понимает, что действительно, как бы в этом случае уместно было бы задать такие вопросы. Заметьте, никакой магии. Все абсолютно логично и здраво. Поэтому я говорю, я задам вам несколько вопросов по датам вылету. Затем предложу несколько наиболее достойных вариантов. Как вариант еще? Ну, предложу, озвучу предложение. Или намечу какие-нибудь точки пересечения, или форматы сотрудничества, если вы вообще не понимаете, как там начинать. Формат сотрудничества. Затем я говорю ему, что ты, ты, сейчас будешь, во-первых, слушать мои вопросы. Затем ты будешь на них отвечать. Затем я предложу тебе варианты. Затем я говорю, вы их на себя примерите. Или, можно сказать так, вы их рассмотрите, вы их оцените. Тут по-разному можно говорить. Я сейчас не буду углубляться в модальности разные. Просто вы их на себя примерите, поймете, ваше, не ваше. Или, если поймете, что выйдет толк, или если поймете, что наше предложение принципиально интересно, вот это слово принципиально магическое, оно такое, интересно, но не до конца, то есть без денег пока. То есть, если предложение принципиально вас заинтересует, или в целом заинтересует, уже будем разговаривать дальше по деталям и так далее, по деньгам. Если же нет, ну ничего страшного, бывает. Тем самым мы входим в этот режим да-да-нет-нет, показывая, что я не буду цепляться за него за ногу, и он меня будет оттряхивать. Что я его уважаю, и я уважаю себя. И затем мы говорим вот это вот. Окей. Хорошо. Он говорит, хорошо. Все. Расслабились. Отдышались. Переходим к дальнейшей фазе. Понятно, да, открытие? Идем, переходим к дальнейшей фазе. Наша следующая фаза называется правильный вопрос. На самом деле, я еще раз говорю, правильные вопросы иногда помогают вам в целом выполнить всю работу за вас. Правильно заданный вопрос помогает сделать все. Например, есть еще такая технология, она называется, не знаю, как она называется, принципиальный интерес. Я говорю, скажите, вы нашли время со мной встретиться, я так понимаю, принципиальный интерес к энергосбережению есть. Могу ли я узнать вообще, почему этой темой сейчас интересуетесь, ну, почему думаете о диодах? Вопрос, почему? Или вы нам позвонили, или вы оставили заявку, могу ли я узнать вообще, в связи с чем это? Ну, то есть, почему заинтересовались? Я его не спрашиваю, интересно или интересно. Я говорю, почему заинтересовались? То есть, почему вам интересно? Ну, понимаете, у меня тут протечки частые, у меня тут расходов очень много. Отлично, отлично, говори. То есть, ну, и он вам говорит все причины, почему, собственно, он у вас должен купить. Очень хороший вопрос. Рекомендую. То есть, вы почему заинтересовались этим? Но опять же, здесь очень опасно. Если вы сами напросились к нему на встречу, там, по щебню, и вы говорите, а вы почему заинтересовались щебнем? Он говорит, я не интересовался, вы сами ко мне пришли. Ну, поэтому здесь нужна техника ЗС, или СМ, да, здравый смысл, или свои мозги. Это один из таких вопросов. Еще есть вопрос, он тоже не продающий, но, вернее, он не продающий, но очень полезный. Это вопрос о принципиальной привязке. Он звучит так. Скажите, пожалуйста, вот, вы строительная компания, я правильно понимаю, что у вас уже есть какие-то поставщики, что, собственно, логично? Он говорит, да. Мой вопрос в следующем. Вы принципиально только с одним поставщиком работаете и вообще не рассматриваете других, либо в случае, если наши условия покажутся вам более интересными по каким-то критериям, да, то вы готовы разговаривать во всяком случае? Да, вопрос, принципиально ли вы привязаны к вашему существующему поставщику? То есть это вот прямо вот святая там святых, или если, в том случае, если предложение будет более интересным, то вы готовы разговаривать? И вы понимаете, на это вам могут ответить, да, принципиально, потому что это моя мама, мой поставщик. Ну, вы говорите, ну, понятно. Либо он говорит, нет, ну, почему принципиально? Нет, ну, давайте разговаривать. Вы говорите, ну, отлично. Значит, договоримся. То есть вы этими вопросами расширяете себе пространство для разговора. Очень часто те, у кого интернет-магазины, например, на ноутбук, пришел вам заказ, и вы думаете почему-то, что человеку нужен именно этот ноутбук. А это не факт. Это может быть просто точка входа к вам. То есть он даже не знает. Может, ему и не нужен этот ноутбук. То есть ему такой ноутбук не нужен, или такая дрель, например, или такая там услуга, такая там мойка, я не знаю, или чем там вы занимаетесь, сплит-система, такая не нужна. Может, ему нужна другая. И поэтому вы говорите, скажите, пожалуйста, могу ли я уточнить, вот вы оставили заявку на такую сплит-систему, вам принципиально только эта нужна, вот и другие вы вообще нет, либо готовы рассматривать другие варианты, если будут там лучше и выгоднее. Он говорит, нет, ну почему? Конечно, готов. И отлично, потому что это создает вам пространство, теперь не морской бой, попал, не попал. Да, не одну попытку, а очень много. Если раньше вы пытались, ну, был вариант только да или нет по цене, то теперь очень много вариантов. Да, то есть вы пространство для разговора сильно расширяете. Понятно, да, по поводу этого вопроса? Кому нужно уточнить? Да. Подожди, много не говори. Он, допустим, оставил определенную заявку на товар. Дальше. Давай вопрос. Вам принципиально именно этот товар? Нет. Нет. Ну, ты даешь. Ну, вопрос был следующим, уважаемый. Когда мы задаем ему этот вопрос про принципиальную привязку, хотим ли мы вбухать ему что-то дороже обязательно или там именно этот товар? Не обязательно мы хотим. Мы действительно хотим понять, держится ли для него единственным выбором будет только этот товар или мы готовы ему что-то еще предлагать, рассматривать альтернативу, замену. Очень часто, например, бывает так, что клиенты некомпетентны в товаре, который они покупают и совершают ошибку изначальную при выборе. Поэтому я говорю, скажите, пожалуйста, вам принципиально этот материал нужен или готовы рассматривать другие? И вообще, почему именно этот выбрали? Он говорит, потому что, потому что. Я говорю, позвольте еще несколько вопросов. Вы на дачу или в квартиру? Он говорит, я на дачу. Вы говорите, скажите, пожалуйста, а есть там уже тепло в доме или не тепло? Он говорит, не тепло. Вы знаете, просто почему я спрашиваю? Я бы не рекомендовал вам этот товар. Объясню, почему. Потому что он рассыхается, а вот этот не рассыхается. Вот почему я задаю вопрос. И, конечно же, чтобы вбухать более дорогой товар. Только не вбухать. Вот это вбухать, втюхать, это как раз и испортило профессию. То, что продавцы стали восприниматься такими, кто на нормальную работу не устроился, на продавец стал. Менеджер по продажам, да? То есть, я менеджер по продажам, понятно, на другую тебя не взяли, да? Ну, как это обычно бывает. Я не считаю, что это так. Реально дофига менеджеров по продажам, но они не менеджеры и не по продажам ни разу. Они просто вот стюхиватели. Зачем мы задаем вопросы? Зачем? И в каком режиме мы задаем? Вот один из моих тоже таких учителей донес мне очень крутую фразу. Он говорит, первое, что вы должны продать вообще, это ваш статус эксперта. Ну, на самом деле, как сделать так, чтобы скрипт был идеальным? Да? Вот какой идеальный скрипт? Как сделать так, чтобы 10 звонков из 10 была эффективность? Самое идеальное, это перестать быть продавцом, а стать экспертом. То есть, обучать клиента, по сути, да? Предостерегать от опасности. Как стать экспертом? Ну, вот, например, я говорю, вот мы сейчас с вами две ванны сравниваем. Одна за 23 тысячи, другая за 16. Обе акриловые, обе красивые. Вот вы, я почему просто сейчас вас спрашиваю, извините, у вас домашние животные есть дома? Он говорит, есть. Я почему спрашиваю, вот вы сравниваете две ванны, вы сейчас склоняетесь больше в сторону 16. Да? Втюхиватель бы сказал, купи за 23, она лучше, да? Я говорю, позвольте мне вам объяснить. Материал обоих ванн представляет собой там полимерное соединение, да? В данном случае, эта ванна за 23 тысячи, она состоит из 7-миллиметрового 100% акрила. Эта ванна состоит из меньше миллиметра слоя акрила, все остальное, это пластик, АБС, ПММА. Если ваша собака поцарапает эту ванну, то в ней образуется отверстие, ну, там, трещина, да, или царапина, сквозь которую попадает влага. А этот АБС, ПММА или пластик, он абсорбирует влагу, что в итоге приведет, даже если вы потом заделаете эту царапину, к пожелтению, трещинам и грибку, да? В данном случае, если эту ванну поцарапает собака, а у вас есть собака, вы заделаете это потом жидким акрилом, отполируете, и ничего не будет заметно. То есть ванна не пожелтеть, потому что акрил не абсорбирует влагу. Но решать вам, решать вам, решать вам, я вам сказал именно поэтому, и спрашивал я вас именно для этого. И скажите, пожалуйста, вот если вы реально покупаете ванну, и у вас есть собака, но вы не знали это и узнали это от меня, будете ли вы мне доверять больше? Однозначно будете. Если я вам говорю, скажите, пожалуйста, вы мерили размеры ванной комнаты с допуском или без? То есть он говорит, что извините, я говорю, вот смотрите, вы сейчас выбираете ванну, 170 сантиметров, у вас ширина ванны, 170 сантиметров, вам придется ее класть. Это частая ошибка многих клиентов, когда ванна застревает на этапе того, как она там ложится на пол. Вам нужно либо взять ванну поменьше, либо там, я не знаю, прорубить фальш стену. Понимаете, вот это и есть экспертность. Он говорит, да вы что, а я не знал. И вы понимаете, что вы продавец, еще не продав ничего, уже продали ему свою экспертность и избавили его от проблем. От денег избавили его, вернее, от потерь денежных избавили его, которые он мог бы понести. Точно так же я и говорю, скажите, пожалуйста, вот я почему в сантехнике говорю, потому что много работал там в сантехнике. Или, например, с подоконником. Скажите, пожалуйста, вы по какому принципу подоконник сейчас выбираете? У вас батарея есть? Да. Значит, будет рассыхаться подоконник. Давайте мы с вами проем сделаем специально, чтобы теплый воздух выходил. Вот она экспертность. Поэтому я задаю вот эти все вопросы, которые помогают мне реально сделать так, чтобы человек точно к другому не ушел. Эти вопросы помогают мне проявить свою экспертность. Между нами девочками. Ответы на эти вопросы – это, в принципе, все, что я знаю о сантехнике. Я в каждом бизнесе продавал сам. И ванны продавал, и шубы продавал. И моя технология является такая. Я готовлю такие модули для продажи своей экспертности. То есть я узнаю, я цепляю интересные там всякие слова у продавцов и вывожу разговор на продажу своей экспертности. Это помогает мне врастать в нишу. Мини-уроки такие клиентов помогают мне стать единственным, кого клиенты, в принципе, могут выбирать. Уже на первом этапе. Поэтому, готовясь к нише, я бы на вашем месте тоже сформировал для себя 3-5 таких убойных уроков, которые вы можете клиентам говорить, выводя их через вопросы, и продавать свою экспертность в том числе. Это относится ко всем, кто делает любые экспертные консультации. Вот банковский консалтинг, не банковский. Это относится ко всем юристам, это относится ко всем ремонтникам, ко всем строителям, даже в поставках. Если вы до сих пор не поняли, как эта информация относится к вам, это ваши проблемы, на самом деле, большие. Потому что, если это поставки щебня, бетона, угля, то же самое. Я почему спрашиваю, если мы разбиваем поставку на несколько частей, мы можем сэкономить, например, или наоборот, консолидируем поставку, мы можем клиента учить в любом случае и быть для него единственным, с кем он захочет потом говорить. В этом, по сути, и есть отличие главного моей модели этого скрипта и того, что я называю продажами, действительными. Потому что, когда мы впариваем какими-то стишками, это все очень одноразово. Мы сжигаем себя, сжигаем клиента. Если мы действительно искренне человеку помогаем, учим его, сохраняем свой статус, то 10 из 10. Конечно. И, кстати, по поводу дешевле и дороже, мы сейчас еще тоже поговорим. Нужно ли обязательно выкручивать ему в три раза дороже, пытаясь на одной сделке что-то у него оборвать. Вот так. Сейчас, давайте достаточно пока вопросов, я дам отдельный блок для вопросов. Тема глобальная, интересная, можно не успеть. Также таким вопросом, ну, конечно же, есть справочный вопрос, справочно-технический вопрос. Про них я уже говорил. Вы делаете некий факт, frequently asked questions, и туда загоняете те вопросы, которые вам однозначно нужно спросить. Потому что, скорее всего, вы сейчас не знаете достаточно материала и информации по своей нише, по своей отрасли. И тем самым уже вы даете в себе неопытного человека. Ну, узнайте. Это просто задача. Прочитайте там книги, прозвоните компании и так далее. Поэтому режимом любого вопроса является такой. Я почему спрашиваю, собственно. И затем вы начинаете говорить почему, давая некую ценность уже на этапе вопроса. Также таким вопросом, который мне очень нравится, является вопрос о важном. Вы понимаете, что любой переговорщик, когда он задает вопросы, он пытается в процессе вопросов выстроить свою логику аргументации дальнейшей. Он пытается думать, так, понятно, сейчас у него есть дети, значит, наверное, для него важно, чтобы был детский уголок. Так, ясно, там будут пенсионеры, значит, наверное, чтобы дискотека не гремела. Ага. Вот так переговорщик мыслит. То есть выясняя ситуацию, он пытается сам строить в голове гипотезы относительно того, что будет важным и ценным для клиента. Вопрос. Почему бы напрямую не спросить? Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а что для вас важно при выборе? А вы вообще, ну, для вас что вот самое важное? И он прямо отвечает. Причем то, что вы зачастую даже не могли подумать, что самое интересное. Потому что вопрос важно, он как прожектор сразу у него в голове подсвечивает именно ту область, которая для него реально является важной. Вы могли сами строить эти выводы, либо могли напрямую спросить. Поэтому на вопрос о важном он вам отвечает важное. Причем это важное бывает совершенно неожиданное, как в плюс, так и в минус. В плюс, например, ну, или там, для меня важно, чтобы были, например, там, я не знаю, чтобы было недалеко от моря. Или для меня важно, чтобы ванна была глубокая. Для меня важно, чтобы была красивая там. Ну, что угодно может. Или наоборот, для меня, знаете, что важно? Вот я вот эти вот берюльки ненавижу, вот эти вот на шубе. Знаете, бывают такие висючки, такие дешевые, китайские. Шубы вроде как шубы, а вот эти берюльки, вот здесь вот эти штуки. Ненавижу эти же темы. Ужас просто. А вы только что хотели предложить такую. Поэтому вы понимаете, что понятно. И вы говорите, я, знаете, тоже терпеть не могу эти берюльки. Но это уже другая история, которая называется присоединением. Ну, о важном. Этот вопрос можно усилить. Усилить вопросом. Скажите, а какие-нибудь особенные предпочтения есть? Особенные предпочтения. Это повышает тоже у вас статус. Конечно же, еще раз говорю, я сейчас пытаюсь объять необъятные. Щебни, например, особенные предпочтения, там, тихим голосом, не нужно спрашивать. Там немножко другие мы сейчас поговорим, какие вопросы нужно задавать. Если это потребительские товары, услуги там, какие-то там, я не знаю, проектные работы, особые предпочтения вполне могут быть. Или что-то, что мне обязательно знать, есть ли у вас, да? Ну, или там что-то такое. И вот в частности, например, в туризме я просто долгое время внедрял скрипты в туристическом бизнесе у Сережи на 120 продавцов. Это целая история, целая война, я вам скажу. Поэтому там вот, например, вопрос об особых предпочтениях. Скажите, а особые предпочтения есть? Я, знаете, вот прослушивая очень много звонков, когда ты внедряешь скрипты, ты слушаешь записи звонков и постоянно корректируешь скрипты, да? Ну, чтобы вот на поток выйти к нормальному какому-то режиму. И я там слышу, вы знаете, девушка, есть. Вы не могли бы так сделать, чтобы… Ну, понимаете, просто я еду не один, а я еду с одной женщиной. И там можете сделать так, чтобы я как бы по билетам отдельно мы летели, и там в отеле как бы в разных комнатах жили, но на самом деле жили в одной там и летели вместе. Вы можете так сделать? Понимаете, о чем я говорю? Она говорит, я понимаю, подъезжайте в офис, мы, конечно же, все там проговорим, все нормально. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, ну, это, может, такой, опять же, грустный пример, да? Ну, бытовой, да, такой грустный. Но, тем не менее, если вы смогли вытащить человека на настолько интимный разговор, да, каких-то, может, извините, просто у меня там, я не знаю, у меня грыжа вот здесь, я не хочу ее показывать, у меня шрам у меня, да, например, здесь. Вы не могли бы как-нибудь сделать так, чтобы меня как-нибудь прикрыли? Да, конечно, все сделано вам, все нормально. Да, вот этот интимный разговор создает барьер по уходу к конкуренту, потому что только вам он смог доверить это. Только такими вопросами вы смогли это выспросить, а другими – нет, не алло. Если, сколько вешать в граммах, да, ну, немножко другой вариант. Есть помощник этого вопроса, если вы не смогли услышать никаких негативных вещей о нежелательном. Но только не надо слишком сильно мучить его. А что важно? А что важнее для вас? А это важнее? Или вот это важнее? А какие-то особые предпочтения? А совсем есть что-то такое прям эдакое, да? Ну, это слишком. Вопрос о нежелательном. Скажите, а есть ли что-то, что мы должны избежать, да, или что вот точно не хочется получить? И такое тоже может быть. Например, в персоне, в прическах. Вы можете мне показать, в основном, несколько примеров причесок, которые вам нравятся? А можете показать те элементы или такие штуки, которые вам вот точно нет? Нет челка, например, какие-нибудь там баки длинные там или там что-нибудь еще? Можете, точно нет. Вот кто сайты делает из вас? Кто сайты, дизайн интерьера, вот всякие такие творческие дела, да, дизайнеры? Однозначно этот вопрос обязательен в вашем арсенале. То есть вы должны спросить, вы можете показать мне несколько логотипов, которые вам нравятся? А вы можете показать те, которые вот вам точно не нравятся? Вы должны откалиброваться. Да, вот в цветочной отрасли то же самое. Мои, например, там флористы. Я там кучу нервов потратил, когда там, например, приходит заказ от клиента. Букет с перьями. Они говорят, я не буду делать эту порнографию с перьями. Это не Европа, это перья. Ну, ужасно. А надо спрашивать, скажите, пожалуйста, вот можете на нашем сайте или в нашем каталоге показать просто несколько примеров тех, которых вот вы считаете классными букетами. А можете те, наоборот, которые нам стоит обходить, потому что вкусы у людей разные. И нормально, откалибровались, поняли, хорошо, супер, идем. Также имеет смысл спросить где-то там в начале об опыте. Скажите, а был ли уже опыт использования, например? Скажите, а уже это первая норковая шуба, которую покупаете, или уже была? А уже имели дело там с CRM-системами или не имели? Когда-то уже работали там с системой мониторинга автотранспорта или нет? А у вас уже был такой продукт или не был? Вообще имели дело с радиоуправлением моделями или нет? Очень прикольный вопрос, потому что он сразу дает вам еще одну почву. И как вам понравилось? А что не понравилось? А что понравилось? Понятно, хорошо. Вообще в процессе задавания вопросов нам также нужно с вами сделать некие выводы о платежеспособности. Но здесь очень опасно. Существуют такие продавцы, экстрасенсы я их называю, те, которые делают вывод, не задавая никаких вопросов. Мне нравится. Я часто работаю с такими тетками, которые говорят, ой, я 20 лет уже на этом рынке работаю, я все знаю, все понимаю. Вот он заходит, вот заходит, я сразу понимаю, не купит. Вот походка у него, вот этот взгляд, вот одежда. Я сразу думаю, не купит, что мне подниматься? Ну, что, не купит же, ну, что мне? Да, экстрасенс все видит, да? Миф о неполадежеспособности. Поэтому для того, чтобы примерно понять, какие категории бюджета вообще мы можем, с какими категориями бюджета мы можем работать, и предвосхитить возражение дорого, как ни странно, мы на этапе задавания вопросов говорим, скажите, Петр Николаевич, а можете примерно сориентировать меня по бюджету, чтобы лишними вариантами вас не грузить, плюс-минус километр? И затем мы говорим, ну, я не знаю, 40, 80, 100, 150, миллион специально в виде шутки это все делаем. И вы понимаете, что многие как огня боятся этого вопроса. Как это так? Я его спрошу сейчас по бюджету. Это же ужасно, это же. Он мне, наверное, скажет, это ваша задача, говорить мне бюджет. Может кто-нибудь так скажет, неадекваты всегда попадаются в семье не без урода, но тем не менее, когда мы задаем такой вопрос, мы получаем на него ответ. Например, не знаю, 1070, хотелось бы уложиться. Понимаете, что вы, скорее всего, получите на него ответ. Это для вас будет планка, минус 20, плюс 30, ну или еще, может, столько же, в зависимости от вашего мнения продавать, но никак не сильно больше. И если вы понимаете, что у человека заявленный бюджет сильно меньше, чем вам вообще интересно, а зачем тогда тратить время? Зачем? А если это проверка на вшивость, ну, поверьте, тоже клиент не самый алло. Потом будут проблемы. Это часто бывало. Вот мы сайты, например, продавали, я прихожу, скажите, какие примерные рамки бюджета. Я понимаю, что все по-разному, все очень зависит, все зависит от предложения. Но тем не менее, чтобы нам сделать лучшее предложение, вы можете меня примерно сориентировать, хотя бы там плюс-минус километр? Он говорит, а я видел, там за 12 тысяч нам сайты делают. Я делал первую попытку, я говорю, мы тоже можем сделать за 12. Другой вопрос, что это будет. Да, давайте поймем по вашим целям. Мы делаем вот проекты где-то там 50, 100, 150, 250. Если человек вообще не... Он говорит, что, 250, да вы что, охренели? Я говорю, ну, давайте я вам порекомендую несколько специалистов, которые могут работать дешевле. Мы не работаем, да, мы работаем в своем сегменте. Хорошо, отлично. Поэтому вопрос о бюджете вам следует задавать. Лучше, если вы будете задавать его через вот этот ориентир. Сориентируйте меня, пожалуйста, по бюджету. И опять же, навык задавания с вопросами есть еще один. Это называется антитубка. Это когда вы задаете вопрос, клиент не понимает вашу всей силу ума, и он говорит, что я? Ну, как бы такое часто бывает. А что для вас важно при выборе? Или вы какими критериями руководствуетесь при выборе? Он говорит, пардоны, да? И вы специально для таких ситуаций, которых, кстати, очень много бывает, ну, в разговорах, в продажах, вы всегда должны автоматически в себя встроить навык вилки. То есть вы говорите, ну, например, а что для вас важно, да, там, при поездке? Он говорит, что я? Ну, на пляже поваляться там, по экскурсиям поездить. А, на пляже поваляться, по экскурсиям поездить. То есть, да, ну, вы раздергиваете всегда таким образом. Поэтому в любой ситуации вы даете вилку. В данном случае в цене то же самое. Вы можете меня примерно по бюджету сориентировать? И дальше я смягчаю, говорю, ну, там, плюс-минус, там, 40, там, ну, 20 специально занижаю сильно, 40, 50, 80 специально туда наверх, космическую, миллион сто тысяч. И вы понимаете, что, давая ему вот такую вот рамку, он куда-нибудь скажет, вот мне вот здесь. И это нормально. Есть также косвенная методика выяснения платежеспособности. Это косвенная методика заключается как раз в апелляции к предыдущему опыту. Это, например, а вы уже были в Египте? А в каких отелях были, если не секрет? Four Seasons. Four Seasons. Понятно, да? Ну, поэтому, вот, это вот вопросы о платежеспособности, о бюджете. Важном, нежелательном, справочные вопросы, принципиальная привязка, т-т-т-т-т. Ну, тут еще в зависимости от конкретного бизнеса можно очень много вопросов о сфере пользования, о частоте пользования. Например, про дрели. Вы что сверлить будете, где применять, вы там дома или для рабочих нужд. Это все очень частно. Но самое главное, что эти вопросы вам нужно продумать, потому что вопросы дают вам крички для дальнейшей аргументации. Потому что когда вы будете потом предлагать, вы будете говорить. Вы помните, говорили, да, что будете штробить часто? Вот это вот лучшая дрель для штробления, да? Ну, или вы помните, говорили, что вам искры хочется избежать. Вот это противоискровая дрель, да, например. Ну, то есть вы сами цепляетесь за его крючок, который он вам помог сделать, и даете предложение на основе его же собственного этого, ну, как это называется, запроса, да, там, пожелания и так далее. Поэтому вопросы настолько важны. Также есть вопросы о процессе принятия решения, это для крупных сделок, и об ЛПРе. Что это значит? Это значит так. Скажите, пожалуйста, если мы в целом с вами по условиям договоримся, да? Заметьте, как я задаю этот вопрос. В том случае, если по условиям в целом договоримся, да? Как затем будет выглядеть процесс там принятия решения, какие этапы будут и за кем будет окончательное слово? Да, вы не оскорбляйте, вы там компетентны в этом вопросе разбираться, да? А вы, собственно, начальник или кто, да? То есть, ну, так плохо. Поэтому вы здесь говорите, если в целом мы договоримся, как дальше будем работать, да, или какие затем будут этапы и за кем будет окончательное слово? Он говорит, окончательное слово будет за, там, Виктором Леонидовичем, затем нам, ну, а этапы просто выставлять счет, мы вам отгрузим, да? Или наоборот, да? Может так, например. Ну, сначала в юротдел, потом должны там в бухгалтерию, потом будет рассмотрение на совете директоров, потом будет тестовый парк, потом тендер будем оформлять. Ну, и как бы ни было сложного, все равно, во всяком случае, в голове понимаете ту процедуру, по которой будет приниматься решение в рамках конкретного этого объекта. И основные узлы вы здесь видите, и вы уже будете потом прорабатывать. Понятен вопрос? Все нормально вообще? Хорошо. Это вопросы о процессе принятия решения. Есть еще такой магический вопрос один, мне очень нравится. Ну, смотрите сами, как его использовать, не использовать. Если у вас сложились доверительные такие, ну, доверительные разговоры с клиентом, вы можете сказать, скажите, пожалуйста, Николай Петрович, а вообще, что должно произойти, как бы, чтобы сделка состоялась, да? Или что мы можем сделать, чтобы мы с вами работали? Это очень тонкий вопрос, да? Очень тонкий. Тут меня часто спрашивают, а как откаты предлагать, да? Ну, вообще я вам скажу, сильно мифологизировано понятие откаты, то есть, ну, откатами называют все направо и налево. Бонусы там, не бонусы, все, откаты, откаты там. Это отголосок нашего советского прошлого. Ну, а вот примерно так, ну, как бы, если речь идет об этом. То есть, а что мы можем делать, да, чтобы сделка с вами состоялась? Он может ответить, да ничего, нормально, выставляйте счет. Либо он может ответить, ну, надо тендер пройти. Или он может ответить, это, не надо намекать ему ни на какие эти там. Он все сам поймет, если что. Он может сказать, ты-хе-хе, ну, бей, вы такие. Только самое главное не говорить об этом по телефону и в офисе. Ни в коем случае. Не, ну, как бы, раз у нас практический тренинг, я вообще, давайте определимся, что такое откаты, а что не откаты. Что плохо, а что хорошо. Это, во всяком случае, вы сами решаете, что плохо, а что хорошо. Но, тем не менее. Вот лично я, например, считаю плохой ситуацией, когда, например, специально завышается стоимость изделия, там кто-то пропускает, и он получает от этого там 50%. Да, ну, не в рынке стоимость изделия сильно там пропускается. Однако, если, например, мы говорим о сетевой рознице, там, например, есть такое прямо официальное понятие, ретро-бонус называется. Да? Есть плата за вход на полку. Это официально, это нормально. Зачастую подрядчик имеет комиссию от субподрядчика, прописанную в договоре, за то, что он дал ему этого клиента. И это нормально. Мы, например, очень часто проводим акции стимулирования сбыта. Вот в сантехнике, например, в Нижневартовске запускали акцию с сетью большой и делали, ну, эти деньги продавцам за проданный наш товар. То есть, ну, набрано определенное количество баллов. Сначала подарки, там еще деньги тестируют. Это откаты или не откаты? Ну, сложно сказать. Поэтому я еще раз хотел вам сказать, прежде чем к чему-то относиться сразу, негативно или позитивно, ну, немножко мифов уберите от этого, то есть, примите решение осознанно. Вот вам метод, как можно предложить этот. Мы, например, как в цветах делали. Я говорю. Кстати, у нас есть такая практика, у нас есть специальная бонусная программа, для представителей компании, с которой мы работаем. 12% от объема заказанной продукции мы можем вам либо цветами бесплатно выдавать на стол руководителю композицию, там, оформить пространство, либо деньгами на карточку. У нас есть там карточка, как вам выгоднее? Он говорит, нет, деньгами. Замечательно. Сразу так, тст, и начинается разговор по-другому. Ну, да. Понимаете? Двигатель прогресса. Да. Что? Сейчас, я об этом еще скажу. Мне не нужно. Мне не нужно. После всех этих вопросов вряд ли вам скажут. Вам отвечали, отвечали, потому что скажут. А мне вообще не нужно. Это вряд ли так будет. Скорее всего, вам скажут, мне не нужно в самом начале. Скажут, извините, мне не надо. Есть здесь, конечно, речевая отбивка определенная. Скажет, вы знаете, как бы примерно каждый второй случай. Мне обычно говорят, мне не надо. Моя задача – это показать вам, сколько денег сможете сэкономить со мной или заработать. А дальше вы уж примите осознанное решение. Нужно, не нужно вам. И так далее. Но я это говорю. Это не панацея. То есть это не универсальный метод, не универсальная отмычка. Обычно лучше не допускать до этого. А это возникает опять же. Вот в продажах все возражения возникают из-за ошибок самих продавцов. Если вы начали литераторить, здравствуйте, меня зовут Михаил, я представляю компанию Арифлейм, я предлагаю там этот… Тогда вам могут сказать, извините, мне не надо забрить вот так жестко. Когда вы начали литераторить? Сейчас, секунду. Тут будут сейчас возражения со стороны регионов. Если когда продаешь, возникает возражение любого плана и потом использовать этот вопрос, а что нужно, чтобы сделка состоялась, стоит? Нет, нет, неуместно здесь. Я про возражения сейчас еще вам скажу. Это, наверное, несколько примеров из тех вопросов, которые помогают продать вам экспертность. Их я называю продающими вопросами. Неплохие вопросы я вам скажу. Скорее всего, вы их и так кто-то применял на интуитивном уровне или на интуитивном. Сейчас все закивали, сказали, да, 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 я все применял. Кто-то не применял. Поэтому я вам советую прям составить список тех продающих обязательно вопросов и научиться их всегда проговаривать. Это очень прикольно. Это вопросы почему, это вопросы об опыте, это вопросы, что уже используете, не используете, а более и так далее. Также есть, кстати, такой вопрос. В самом начале он тоже используется. Мы его называем соль на рану. В каждой нише это свой вопрос или свой метод. Ну, например, в сфере ремонта. Кто работает в сфере ремонта так или иначе? Связан стройматериал там и так далее. Вот там есть такой вопрос для частного клиента. А вообще, как ремонт-то продвигается? И вот тут вот на этот вопрос вы слышите плач Ярослава. Он говорит, мы живем у бабушки уже второй месяц. Вы не представляете? Все это пыль, вот это я дышал, дышал это пылью. Тут плитку, представляете, купил плитку, да, и не хватило же, не хватило четыре штуки, пришлось загораживать стиральной машиной, да, там и так далее. Взял затирку, это долбанная затирка, мне сказали белая. Оказалось, кремовая, да, потом купил белую затирку. Она другого цвета, пришлось ее размывать, разбирать. Вы говорите, да, 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 слушайте, понимаю, как отлично. Но это вот в некоторых нишах есть такие действительно болевые сильные точки, на которые стоит нажать, и клиент сразу будет говорить. Иногда о детях такой разговор тоже бывает, если это уместно, конечно, потому что об успеваемости в школе мамаша сразу начинает трындеть про своих детей направо и налево. Это нужно тогда, если клиент от вас сильно закрыт и от вас отстраняется. Хотя, опять же, если вы в неуместной ситуации, продавая щебень, спросите, а как, кстати, у детей успехи в школе, да? Ну, тогда вас, скорее всего, выгонят. Здравый смысл, да? Дальше. Дальше мы переходим к следующему этапу с вами, который называется, как он называется? Он называется предложение. Что такое предложение? Предложение – это предложение. Это когда вы озвучиваете уже непосредственно сам оффер, то, что вы хотите ему предложить, то, за что он, собственно, должен заплатить деньги. Сразу скажу, что в крупных контрактах все, конечно, немножко сложнее. То есть зачастую там само предложение является не предложением купить, а предложением следующего шага. Кто-то так вздыхает. Предложением следующего шага. Соответственно, иногда крупные контракты разбиваются на несколько этапов. Я сейчас говорю о некоторой универсальной модели. Соответственно, что мне есть здесь сказать про предложение? Это самая, наверное, сложная, неуниверсальная вещь. Конечно же, в каждом бизнесе само предложение будет разным. И та методика, по которой вы демонстрируете или предлагаете свой товар, она будет всегда разной. Но вот есть один тоже наш товарищ, Алексей Черняк, он один из основателей этого, Дарбери, знаете компанию? Ну, Группон, который сейчас купил. Он такую фразу сказал, очень мне понравилось. Он говорит, предприниматель тот человек, который видит, говорит, в голове кино и делает так, чтобы его сотрудники, клиенты тоже видели то же самое кино. И как раз своим предложением он позволяет видеть то же самое кино. И в частности, в своих бизнесах я примерно то же самое пытаюсь добиться. Я выделяю те области, которые играют мне в плюс, о которых обязательно надо сказать. Вот, например, если касаемо туризма, касательно тура, как обычно делают предложение. Роял Раджан на 4 звезды будет 27 500 на человек. Очень хорошо. Или какой-нибудь Абудаби Резорт там 80 тысяч. То есть есть лишь непонятное некоторое название и цена. Все. Соответственно, то, что делаем мы. Мы разбиваем предложение на несколько таких важных смысловых блоков при рассказе, о которых важно не забыть. Например, в туризме это что может быть? Номерной фонд. Про номер рассказать. Важно? Важно. У человека начинает вертеться картинка номера, особенно если мы говорим про детали. Не просто хорошие номера, замечательный пляж, отличненькая кухня. Или там. Этот светильник, у него отличный абажур, замечательная подставка. Вообще он хороший. Хороший светильник. Рекомендую. Вот это самый низкий уровень предложения, когда вы апеллируете к своему мнению. Ваше мнение никому не интересно. Мнение. То, что вы считаете хорошим или красивым. Чуть выше по статусу идет апелляция к фактам. Когда вы говорите, например, про номера. Там ротанговая мебель. Понимаете? Уже в голове родилась ротанговая плетеная, предположим, там мебель. Это уже факт. То есть там вид большой на море и панорамное остекление. Там 3,5 метра потолок и вот с пола до потолка стекла, которые раздвигаются, вид на море. Да? Кино. Кино. Выблются фрукты, причем эти экзотические, каждое утро. Да? Кино. Кино. Так я выделяю несколько областей, как, например, пляж, кухня, расположение от города территориальное, инфраструктура, достопримечательности, авиатрансфер и так далее. То есть те области, о которых имеет смысл рассказать. И в каждой из этих областей я вижу сильные стороны, которые я обязательно упоминаю. Да? Ну, я готовясь к разговору, я примерно понимаю, что, какая область является сильным. И в своем диалоге, в своем предложении я эту область обязательно упомяну. Мало того, я ее усилю не только фактами и мнениями, а, например, вот к чему доверяют, это мнением клиентов. Апелляции клиентам. То есть я говорю, как говорят мои клиенты, или вот в частности, у нас был случай, мы работали с таким-то, с норникелем, например, они взяли вот эту лампу, потому что она в условиях влажности была лучше. Вот это важно для клиента. Клиенты, ваши клиенты и их мнение, их решения, их поступки и их выбор, это гораздо важнее, чем ваше мнение и ваши рекомендации. Понимаете? Вот. Поэтому. А? Про окна? Ой, там очень легко. Ну, соответственно, там, я не знаю, вот буквально была ситуация, там были клиенты, они заказывали изначально четырехкамерный там стеклопрофиль. Мы посмотрели и поняли, что достаточно трехкамерного, зато взяли лучше стеклопакет. Да, вот то же самое рекомендую вам, потому что у них примерно схожая с вами ситуация. Понятно, да? Ну вот. Это не просто хороший стеклопакет, замечательные камеры. Чуть выше еще, тут сложно сказать, выше, не выше, наверное, являются рейтинги и СМИ. Это значит, по версии журнала такого-то он входит в пятерку самых лучших. Понимаете? О нем вот писали буквально недавно там в секрете фирмы или в Эсквайре. Вот такой же был. Сам авторитет Эсквайра сразу ложится на этот товар там или выбор, это очень хорошо. Если вы можете привязать сюда Эсквайр, это очень прикольно. Награды всевозможные. Получил награду как продукт года, как машина года там и так далее, и так далее. Им пользуется вот этот, Кока-Кола. В частности, например, вы там продаете какие-то стройматериалы, говорите, вот буквально недавно там отгружали их вот этому, а этот очень крутой. Ну, если это правда. То же самое касательно селебрити. То есть, ну, Брэд Питт с таких ходит, да? Ну, или там. А в этой гостинице снимали фильм «Париж, я тебя люблю». Я туда же хочу. Ну, вот. Это сильно действительно, ну, такая корреляция есть. Поэтому в данном случае, давая предложение, вы описываете все выгоды, самые важные, в каждом из смысловых блоков. Например, у нас в светодиодах важный смысловой блок это проектирование, оптимальное проектирование освещения. Да? Это когда мы можем оценить количество светоточек и поменять само расположение и количество светильников и тем самым добиться большой экономии. Менеджеры об этом некоторые забывают говорить. А мы в скрипте обязательно это прописали. Да? То, что вот это является нашей сильной стороной. То, что мы можем сильно вам сэкономить деньги. Но не за счет своей маржи. Да? Мы, как нормальная компания, мы зарабатываем. Мы умеем экономить умно. Ну, как бы, с умом. Оптимизируя с самого света схему. Да? И это очень прикольно. Это win-win. Или, например, в туризме. Я говорю, давайте так, я могу вам, там, если человек говорит дорого, давайте так, если позволите, я задам там несколько вопросов и возьму некоторое время и подготовлю вам, найду вам несколько отелей и туров, которые будут стоить дешевле, но будут лучше, чем вот этот. Потому что они чуть менее там раскручены, потому что обычно там менеджеры продают 10 стандартных отелей. Вот эта фраза является убийственной в туризме. Да? То есть, конечно. Ну, тогда давайте лучше подъезжайте навстречу, чтобы мы с вами окончательно смогли очень хорошо проработать вашу путевку. Отлично. Я найду для вас лучшее предложение, только мне придется потрудиться. Да? Это касаемо кино. Касаемо кино. По поводу теперь названия цен. Первое. Белое не носить, черное не одевать. Одну цену не называть. Это первое правило. Это может все очень грустно закончиться, если вы говорили-говорили, говорили-говорили, говорили, потом говорите, ну, всего лишь 2 миллиона 700 тысяч. В данном случае, вы говорите, исходя из того, что мы с вами обговорили, вы еще раз проговариваете все важные пункты, которые вы уточнили на этапе задавания вопросов, вы говорите, есть варианты. Дальше вы начинаете говорить с самого высокого. Вы говорите, по-хорошему, по-хорошему, я бы предложил вам вот этот стул, конечно. Ну, это, конечно, да. Это промемория, это Италия, это восковые швы, это все очень круто, это кожа там молодого дермантина, да, ну, то есть все очень круто, ну, пропитка там, просушка. Ну, стоит он, конечно, ну, он стоит своих денег, это 20 тысяч долларов. Клиент, смотрите, как бы, если там наша задача уложиться, ну, это по-хорошему. Ну, есть вариант дешевле. Тут не такой раскрученный бренд, но наши клиенты вот зачастую берут именно его. Опять же, не я вам предлагаю, а вот именно его, потому что у него очень крутой дизайн, да, они не экономят на качестве, потому что материал действительно хороший. Просто, ну, не настолько раскрученная марка, они только пока выходят на рынок, да. Пять тысяч баксов. Если мы бы просто сказали пять тысяч баксов, понимаете, что, ну, сравнения бы не было. Так как мы спускаемся сверху, это в любых консалтинговых особенно проектах. Когда мы продаем большой там консалтинг, мы залупляем цену 20 миллионов баксов по-хорошему, понимая, что человек это не может себе позволить. Описываем кучу преимуществ, которые входят в 20 миллионов баксов, а потом говорим, давайте теперь конструировать ваш вариант. Можем от этого отказаться, зато сделать так. И как ни странно, у нас нередки были ситуации, когда человек хотел именно самое крутое и платил нам. Или мы как-то там о скидке какой-то договаривались. Понимаете? Очень часто мы неправильно трактуем ту цену, которую нам готовы заплатить. Нам готовы зачастую заплатить намного больше. А иногда, когда мы говорим слишком низкую цену, нас вообще серьезно не воспринимают. Вот, например, один из изобретателей сейчас, с которыми мы работали, он такую штуку сделал, как какой-то блок, который подключается к электросети и может за счет каких-то частотных там колебаний экономить чуть ли не 20% электроэнергии на выходе. Нет, нет, нет. Ну там какая-то штука. Ну за счет каких-то там волатильности какой-то он это делает. В его себестоимости эта штука стоит там 20 тысяч рублей. Понимаете? Но она подключается к каким-то там киловаттам-мегаваттам, то есть действительно может работать со средними крупными дороже предприятиями. Но если я приду на предприятие и скажу, мы вам можем сэкономить 20% электроэнергии, это стоит 20 тысяч рублей, он скажет, иди-ка ты отсюда. Ну потому что мы от миллиона только разговариваем. Как Брюс Уиллис. В лифте там люди, люди. Сколько там человек? Пять человек. Я спасаю от тысячи. Поэтому вы специально говорите низкий вариант. Нет, есть, конечно, есть там и за 5 тысяч рублей. Есть. Другой вопрос, нужно ли это? Мой долг все равно рассказать, да? То есть есть вариант китайский, там уже нет защиты, на него не распространена гарантия, но если задача купить самый дешевый, то вот можно. Скажите, пожалуйста, вам какой из этих, ну так, по душе, да, пока предварительно, чтобы мы понимали. Не обязательно говорить только вот один-один. Можно там пяток вариантов предложить. Но это работа. К слову, особенно там в консалтинговых проектах, не в консалтингах, придумать несколько комбинаций в тех же самых отелях или не в отелях, составить коммерческое предложение из нескольких комбинаций, сузив поиск, это работа. Однако тогда вы говорите не в режиме да или нет, а какой из, понимаете? Это совершенно другое. Ну это то, что в книжках там называется выбор без выбора, да? И это достаточно важно. Теперь важно, как мы называем цену. И в чем основная ошибка? Вот вы называете цену так. Пять тысяч рублей. Или так. Пять тысяч рублей. Или так. Отсылаем коммерческие предложения и не думаем об этом. И не звоним. Лучше им не надо. В чем основная проблема? Дело в том, что деньги, деньги, как таковые, являются очень энергетически заряженными, ну вообще концептом. В любом случае, хорошая ли цена или неплохая, но когда речь заходит о деньгах, если даже какой-нибудь полиграф там к человеку прицепить или какой-нибудь кардиограмм, у него всегда такой скачок сильный происходит. Это нормально, это всегда так. И что происходит? Когда вы подняли человека вопросами, вывели человека из ямы, все, вы уже любите друг друга, целуетесь там в щеки. Он говорит, слушай, милая, а сколько стоит? И она говорит, пять тысяч рублей. Даже если это дешево, вот у нас, например, два миллиона пятьсот тысяч. Ну понимаете, это хорошая цена, у нас реально классные цены на светильники, но это два миллиона пятьсот тысяч. Это дорого по сравнению с деньгами, понимаете? Дорого по сравнению с чем? Дорого по сравнению с деньгами. Основная причина и основная ошибка, что вы сами, того не думая, не желая, оставляете человека в самой вероятной позиции для слива. Вы оставляете его, вы допускаете паузу, и это ваша главная ошибка. Пауза. Вы говорите пять тысяч и ждете реакции его. Особенно спросите, брать будете? Еще хуже. Соответственно, пауза является ошибкой. Другой вопрос, что это? Тараторить? Ну типа, это стоит пять тысяч, замечательное качество, очень рекомендую. Еще идет набор отверток, ножей и еще вандербра там или какая-нибудь еще хрень. Это не спасет ситуацию. Вы должны увести человека с момента называния цены нейтральным вопросом. Все понятно? А что понятно-то? Ничего не понятно. Станьте ежиками. Как? Нейтральным вопросом нам нужно увести человека. Нейтральный вопрос – это нейтральный вопрос, который не относится к покупке, вернее, косвенным образом относится. Он не ставит человека перед стенкой, брать будете или нет. Понимаете? Нейтральный вопрос, например, может звучать так. Зеркало сколько стоит? Зеркало стоит 17 700 рублей. Кстати, важный вопрос – стены-то несущие, дюбеля-то выдержат? Или, кстати, важный вопрос – вы в каком районе Москвы находитесь? Заметьте, абсолютно нормальный вопрос. Нет никакого магии здесь, шуманизма. Просто вы в каком районе Москвы находитесь? Я в Чертану. А, в Чертану, понятно. У вас какое метро там рядом? В Чертану, понятно, хорошо. У нас в диодах, например, контракт составит 2 миллиона 570 тысяч. Важный вопрос. Скажите, пожалуйста, по поводу монтажа. Своими силами можете монтаж сделать? Либо придется нам что-то показывать? У нас, возможно, разные варианты. Смотрите, что это такое. Если вы заранее не спросили о бюджете, и если он ожидает такую цену, а вы назвали вот такую, например, он за пять тысяч рублей хотите купить, вы ему, стоит всего 250 тысяч, кстати, важный вопрос, дюбеля там выдержит, не выдержит. Он вам скажет, так, 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 стоп, вы что? Какие, блядь, дюбеля, да? Не спасет вас эта технология, не сработает, не получится. Если вы прошли, ну, бюджет нормально, встроились, вы понимаете, что эта цена-то адекватная, нормальная. И поэтому вы просто берете и уводите нейтральным вопросом. Это нейтральный вопрос очень часто, например, в туризме у нас. Кстати, по загранпаспорту, когда у вас загран заканчивается? Абсолютно нормальный и уместный здесь вопрос, заметьте. Он думает, так, загран 15-го числа. 15-го числа, отлично, потому что в некоторых странах есть ограничения по визам, там, не менее полугода должен быть длак. Я абсолютно нормально сейчас говорю, адекватно, понимаете? Не без шаманства. Вы, кстати, в каком районе Москвы находите? Отлично, значит, ну, там, кстати, доставка бесплатная будет, да? И если человек съел этот вопрос, он услышал цену, ответил на вопрос, а нейтральный вопрос он настолько простой, что ответ должен в голове импульсивно, так, бляк, да? Да? Вы в каком районе Москвы? В чертах? Что? Да? Вы его увели из этой точки. И если вы продолжаете разговор, но нету вот такой вот чувак, как, чувак, там, по цене, значит, вы прошли этап, в принципе, согласования цены. Потом вы можете еще раз выяснить, скажите, пожалуйста, да, там, как по оплате было бы удобнее сработать, да? Ну, это уже дальнейшее. Еще раз подтверждает цену, но, во всяком случае, вы его прошли, да? Если вы его, понимаете, что происходит на уровне такой химии, когда вы называете цену, допускаете паузу, человек, может, и хотел бы купить, вроде и цена нормальная, но вы сами виноваты, вы его оставили в самой опасной для этого позиции, и он такой, я подумаю, боже мой, над чем думать-то опять, ну ладно, пошел думать. Ну, потому что люди не склонны расставаться с деньгами быстро, да? Вывели его за это, опять на пике подводите к тому, чтобы, ну, уже разговор о деньгах был, транзишн о деньгах, тогда нормально. Понятно теперь технология, да, названия цены? Чего? А как его потом подтолкнуть к действию? Это будет в итоге моего разговора, закрытие, так называемой, сделки. На последний, на последний, на последний, на последний. Ну, опять же, ребят, все это в рамках здравого смысла, то есть, ну, можно очень глупо этот скрипт в себя внедрить, то есть вы будете смешны, можно с умом его внедрить, и вы действительно сможете хорошо работать. По статистике, по студентам мы смотрели, вот, когда после этого занятия мы у вас спрашиваем, у кого реальный результат. Действительно, опять же, 80% от группы так ни черта не внедрило, потому что уровень силы и точности очень маленький, да, и там, а какие скрипты там, я трубку поднять боюсь, да. Однако те люди, которые внедряют, однозначно отмечают то, что у них сильно-сильно-сильно вырастает эффективность. Может быть, даже из вас кто-нибудь уже внедрил скрипты и увидел эффект. Это нужно было спрашивать ранее. О проходных ценах нужно спрашивать ранее. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, продублирую вопрос. Когда название цены требует сложного расчета, что там? Вот, вот. Человеку присылается предложение. Хороший вопрос относительно коммерческих предложений и цен, указанных в коммерческих предложениях. На мой взгляд, это тоже является большой ошибкой. Отсылать ему цену куда-то. Объясню сейчас, почему. Конечно же, если мы имеем дело с регионами, то не всегда там наездишься на регион. Однако в нашей практике, вот, да, еще раз, такая, я не знаю, древнекитайская стратагема. То, что встреча лучше, чем звонок, а звонок лучше, чем имейл. Древние китайцы это придумали. Но, к сожалению, то, что творится в отделах. Ты позвонил, я отправил. Я написал. Ты встретился? Да нет, я позвонил. Ты встретился? Я написал ему. Мы переписываемся по имейлу. Мы уходим в зону наименьшего стресса. Однако, почему цены мы, например, не отправляем по почте? Потому что мы не контролируем реакцию на цену. Мы не имеем возможности отработать реакцию. Поэтому вот эта штука, видимо, тут кто-то скачал шаблон, у нас называется маркетинг-кит. Ну, или коммерческое предложение. Вот вопрос, в каталоге ставить цену или не ставить? Мы не ставим цену в каталогах. Если ставим, то ориентиры, товар-локомотивные цены ставим. Ни в коем случае в каталоге или в коммерческом даже предложении мы не ставим цену. Всегда у нас предложение, оффер, оформленный пусть на бумаге или не на бумаге. И еще имеется три листочка, которые распечатываются отдельно и держатся в сумке отдельно на переговорах. Это план А, план Б и план С. В зависимости от того, как проходят у нас переговоры, мы понимаем, что все лучше, чем мы думали, значит, мы вытаскиваем план А. Все так, как мы и думали, значит, мы вытаскиваем план Б. И все хуже, чем мы думали, значит, мы вытаскиваем план С или не вытаскиваем вообще о ценах ничего вообще. Мы говорим, вы знаете, мы получили новые вводные от вас, мы сейчас пойдем, подготовимся, еще раз к вам придем, скорректируя политику. Поэтому переговоры так важны, вопросы так важны. Но если вы прайс ему сразу засунули в руки, что происходит? Он, во-первых, ушел в прайс, он вас не слушает, он листает прайс и говорит, о, дорого как, ну и все. И ничего вы не смогли сделать. Соответственно, в данном случае вам необходимо отделить цену от коммерческого предложения и не слать, если у вас есть возможность встретиться. Если, конечно, речь идет о серьезных деньгах. Если речь идет о маленькой транзакции, то тут уж не наездишься. Понятно, да? Ну сколько? Тысяч триста? Если для вас это такие понятные вещи, за которых цена потери, которая не очень большая, то как минимум на звонке название цены. То есть как бы я поступил? Я бы отправлял коммерческое, или так, звонил бы и говорил, вы сейчас у компьютера, мне просто надо дать комментарии по коммерческому предложению, по некоторым нюансам. Можете открыть? Давайте я прокомментирую по телефону. Вот по цене. Вот такие варианты. И держу его, держу прямо вот здесь вот. Потому что иначе вся работа коту под хвост. Хороший был вопрос. Ну давайте. Давайте тогда с микрофоном. Только, ребят, сейчас еще блок про возражения, поэтому вы немного задавайте вопросов. Закрытие. И закрытие, да. Хочется успеть все это делать. Миша, скажи, пожалуйста, вот такая ситуация, вот если с человеком разговариваешь, да, он говорит, назови цену и ему просто взять на листочке это дело, передать, ну вот просто вот взять и просто передать. В общем, не назвать. Нет, ну вот я не знаю. Знаете, так это как раньше, да, в 90-е, на калькуляторе. Да, да. Вот у меня как бы вопрос, на самом деле, вот насчет этого дела, он как лучше или хуже вот от этого? Слушайте, ну это уже такой вопрос, а дышать или есть? Ну я не знаю. Да называть, наверное, цену или написать цену, то есть, ну, на скорость, по-моему, не влияет. Ну, во всяком случае, я этого не чувствую, но написать или назвать. Нет, почему некоторые пишут цену на калькуляторе или там на листочке, потому что не хотят называть ее при сотрудниках, например. Да, ну вот это да. Да, потому что иногда вы можете, например, назвать цену, например, ну часто бывали ситуации, когда в сайте мы называли цену, и тут сидит кто-нибудь за рабочим словом и говорит, моя зарплата 20 тысяч, а тут сайт стоит 300, вы что, я вам сейчас сделаю сайт, да, вы заплатите мне хотя бы сотку, да. Ну, поэтому мы вот как-то эти вопросы решаем конфиденциально. Ну ладно, это как бы вопрос такой. Как использовать маркетинг-кит на встрече? Не давать его в руки, а садиться рядом с клиентом и комментировать каждый блок. Ни в коем случае не давать в руки коммерческое предложение. Потому что если вы вручили коммерческое сразу, считайте, что вы человека потеряли. Потому что все дальнейшее предложение будет построено очень интересно. разговор, он сядет, углубится туда, вы там туда, да, да, да. Че, извините, че, вот так это и произойдет. Поэтому вы обязательно садитесь в полоборота с человеком и вместе работайте над маркетинг-китом, над каждой страницей, объясняйте, поясняйте, комментируйте и так далее. Так, по вопросам ясненько? По предложению более-менее понятно? По цене понятно? Теперь, ну что? Цену в начале лучше называть или лучше ее отложить потом? Ну, конечно же, лучше называть цену после предложения. Конечно же, но если вас спросят цену в начале, вы должны назвать цену, все равно перехватить инициативу. Я же все, по-моему, четко изложил. Так, теперь, уважаемые, если вы допустили ошибку, а, скорее всего, вы ее допустили, в цене, не в цене, там, тараторили, не тараторили, возникнет возражение. То есть, ну, мое мнение и теория в том, что если вы говорите и работаете правильно, как эксперт, там, не навязывайтесь, там, и так далее, то, в принципе, возражение не возникает. Это причем прикольно, реально, потому что, если в начале продажи воспринимаются вами, как такая кровавая пахота, очень унизительная, то, ну, я, например, сейчас воспринимаю продажи, как увлекательное знакомство с новыми людьми, понимаете? Нет никакого унижения, нет никаких этих, там, статусных дел. Один раз мне пришлось съездить на одни переговоры, где там пытались как-то, там, меня, там, это, сказать, ты, там, кто такой, мальчик, там, и все такое. Мне так удивительно было, я так удивился сначала, я давно этого не чувствовал, ну, там, нашелся один чувак. Но в целом, в целом, когда вы овладеваете, ну, там, техникой продаж и так далее, пониманием, отношением, то продажи, ну, как бы, приятны, и возражений, как ни странно, не возникает, потому что все возражения вы прорабатываете в предложении еще, предвосхищаете вопросами и так далее. Но все-таки, если они возникли, а возникает сначала обычное возражение, я подумаю. Что мы здесь говорим? Какая тактика? Давайте те, кто там смотрел, видел, ну, пока помолчите. То есть те, кто вот не знает, как бы вы реагировали на это возражение, когда можно перезвонить. То есть первая тактика называется следующий шаг. То есть согласиться с тем, что он думает, и обозначить следующий шаг. Разумно. Еще. Что? Ну, что плохо-то, да? Что не устраивает? Так. Еще. Ну, понятно, следующий шаг. Еще. Почему-то никто не говорит, давайте подумаем вместе, да? Да. Да, действительно, дедлайн. То есть апеллировать тем, что это, ну, там, уникальная партия, да, например, или осталось не так много экземпляров, будет обидно, если вы там не сможете потом купить по этой цене, да? Или, например, места в ряде отелей уже только под запрос, уже желтенькие у меня в системе, поэтому акция по раннему бронированию закончится достаточно быстро, да? На самом деле, действительно, все эти методы имеют свое место. Я пресек заранее все эти завывания о том, что там, над чем думать, давайте подумаем вместе, или вы будете думать, а вы там проиграете, это все булшит, да? Действительно, следующий шаг, как минимум, там, что не устраивает, но только вот об этом сейчас поговорим, и дедлайн, то есть апелляция к срокам, к остаткам, да? Можно две использовать. Да, тут сейчас было предложение комбинировать все эти модели, согласен, давайте не буду затягивать, я скажу свой вариант, ну, как бы неправильный, а свой, да, как я это делаю. Прежде всего, нам надо понять, прежде чем работать с этим возражением, нужно понять природу этого возражения. Природа этого возражения, то, что человек думать, собственно, ну, в 90% случаев не собирается, что это маскировка, или, как говорили офицеры на военной кафедре, маскировка. То есть за этим кроется нечто. То есть я подумаю, это лишь прикрытие, как скиньте коммерческое, я там рассмотрю, да? То есть не собирается он рассматривать. Вы приходите в магазин, ну, зашли случайно, забрели, там, шли по дороге, увидели на витрине туфли, мерили, хороший продавец попался, эксперт все расспросил, 20 минут у вас, это те туфли, те туфли, те, объяснил, там, пористый материал, не пористый, вам неудобно перед ним уже, вам неудобно уходить. Вы говорите, извините, вы до скольки работаете сегодня? До восьми? Вы не могли бы там, может, отложить, там, я обязательно приду? Да не придете вы, да? Ну, это просто вежливая форма отказа. Поэтому наша задача с вами, не каждого клиента превратить в покупателя, это неправильная задача, неправильная. Неправильная поставленная задача, нам все клиенты не нужны. Мало того, нецелесообразно каждого until they buy or die, да, там, покупай, и на это у меня есть фраза, и на это у меня есть фраза. Это ты сказал? Я был готов к этому, это сейчас скажу, да? Нет, нет, я ничего, я тебя уважаю, все нормально, а ты вот получи, да? Нет, мы делаем максимум, что мы можем в рамках целесообразности. Пережечь клиента нецелесообразно. И пережигать себя тоже. Поэтому, когда мы сделали качественную продажу ранее с вопросами, с экспертностью, со всякими делами, причем желательно отфильтровали клиента на входе, потому что на этапе назначения встреч тоже у нас есть такие вопросы для квалификации. Например, бюджет выделен или вообще нет, какой размер компании, объем, чтобы явно к мелким, сильно или к ненужным нам не ходить. Потому что изначально, когда мы не квалифицировали клиента, мы пришли, распинались, он говорит, а у меня денег нет вообще, у меня ларек, потому что ты что, турбину мне предлагаешь? Или я детский садик вообще-то между делом, да? Ты мне турбину атомную предлагаешь. Поэтому, если мы сделали все правильно, то теперь наша задача просто сделать все, что в наших силах. Но во всяком случае нам надо лопнуть этот пузырь и выяснить, что же там за ним скрывается. Как мы это делаем? Мы это делаем в следующей комбинации. Слушайте, я это делаю в следующей фразе. Скажите, пожалуйста, Николай Петрович, вернее, у меня обычно Николай Львович, даже если это женщина. Николай Львович, вам вообще наше предложение-то нравится? Или вас принципиально наше предложение заинтересовало? Вам подходит? Вам нравится то, что мы с вами подобрали? Либо же вас что-то смущает. Не просто, что вас смущает. Потому что если вы спросите, что вас смущает, вы получите ответ, что его смущает. Вы здесь именно выясняете. Я сейчас покажу логику, как это работает. Вам нравится вообще? Вы-то хотите туда идти, например? Вы хотите идти на конференцию? Или что-то смущает? Он говорит на это. На это три варианта ответа. Или сколько? Первый. Мне нравится. Я очень хочу. Реально. Прям хочу. Но денег нет. Или дорого. А отлично. Значит, это дорого. Это уже полдела сделано. То есть, во всяком случае, это дорого, а не просто некий буллшит. То есть, ну, дорого. Или, вы знаете, у нас есть уже. Или нам все-таки, ну, вот, я, ну, не знаю, не по деньгам, не по карманам. Или там что-то еще. Или, вы знаете, мне это нравится, но у других вот то же самое дешевле. Да? Бывало такое? Ну, у других дешевле. Или, вы знаете, я возьму только в следующем году. Я пока просто выяснял почву. Ну, да. Давно работают, нас все устраивает. Но это возражения первого порядка. Они обычно в самом начале, чтобы вас отшить. Ну, с такими, ну, другая логика. Соответственно, либо вам говорят следующее. Вы знаете, как-то не очень. Ну, все-таки меня смущает вот этот вот фасон. Да? Мне как бы не очень нравятся эти бирюльки вот эти. И отлично, потому что вы поняли, что само предложение ему не нравится. И если вы бы не лопнули этот пузырь, как бы вы не старались там, а мы вам 5-процентную скидочку. Ну, не туда все это. Теперь вы понимаете, очень хорошо, что вы сказали. Да? Моя задача подобрать вам лучшее в том бюджете, в котором у вас есть. Да? Ну, и поэтому, если не возражаете, можете меня примерно сориентировать? Да? Там что, как и опять второй цикл. До тех пор, пока предложение ему уже нравится. Либо вы столкнетесь с следующим. Он говорит, ну, вы знаете, просто как бы я не склонен принимать такие быстрые решения, просто мне нужно как бы, ну, это, посоветоваться, переспать с мыслью. Тогда вы понимаете, что это отмаза, что на самом деле интереса сильного и готовности покупать-то нет. Что, скорее всего, это определенная форма отмазки. То есть, ну, без живого интереса в начале. Вопрос, что делать с таким клиентом? Сделать максимум, что мы можем апеллировать дедлайном. Говорить, что вы знаете, конечно, ну, обязательно думайте без проблем. Учтите, только в пятницу там предложение заканчивается или, ну, будут цены расти уже со следующей недели. Вот. Наш контакт у вас есть. До свидания. До свидания. Отлично. То есть, мы не, ну, вы же понимаете, что вас в случае вашего такого поведения, ну, какими-то там трюками, штуками, ну, все равно не склонишь покупать. Только вы агрессию будете дополнительно вызывать. Поэтому ваша задача понять, перед вами реальное возражение либо отмаза. Если отмаза, отпустить человека с миром. Ну, апеллировав дедлайном. Если, ну, потому что не имеет смысла дожимать. Имеет смысл проработать больше попыток. Да? Потому что есть вот, я же говорю вам про настоящего продавца. Нет? Ну, вот я скоро сделаю мем в интернете. Настоящий продавец, который никогда не сдается. Да? Он говорит, я вот предлагаю вам. Он говорит, да не надо мне, извините. Он говорит, вы не выслушали еще, что в него входит, да? Вы знаете, не надо мне, давайте я подумаю, хорошо. Давайте подумаем вместе там и так далее. Потом вы говорите, слушайте, давайте я вам сам позвоню, если что, там, это опять звонок там. Здравствуйте, по поводу того этого, да, там, абажура. Хотел бы сделать вам еще одно предложение, от которого вы не сможете... Он говорит, не надо мне, звоните, извините, пожалуйста, больше не звоните мне на этот номер. Не звоните, пожалуйста, все, до свидания, до свидания. Опять номер, он, алло, с другого номера позвонил, да, с другого нашел. Тот в черный список попал, с другого номера. И вот потом там он уже киллеров этому нанимает. Это все равно там венешность изменил. Этим нечего гордиться. То есть очень часто продавцы или продажники этим гордятся. То есть как их посылали 20 раз, а они все равно долбили, долбили, долбили. И чисто из чувства любопытства их пустили, и вот они сделали сделку. Я думаю, вы такую байку слышали. То есть, ну, они часто бывают. То есть я там не сдался. Ну, дурак, что он не сдался, потому что за это время он проработал больше, попыток, ведь попыток-то количество нам не ограничено. Мы знаем, что такое лидогенерация, не правда ли? Так делайте лучше, больше попыток, лучшего качества. И отрабатывайте с максимальной степенью профессионализма. И отпускайте тех людей, не тратьте время на тех, кто не готов покупать. Работайте с 0,5-ми, с 0,9-ми, но не надо работать с тем, кому вы не нужны. Да. Это нормально. То есть вы говорите, скажите, пожалуйста, я так понимаю, с женой, да? Давайте поступим так. Очень часто в таких ситуациях мы там, например, приглашаем просто вас с женой вместе, например, на завтра. Мы подготовимся ко встрече и специально для жены тоже там сделаем предложение, да? Чтобы вы уже совместно приняли решение, иначе это будет там постоянная крысиная бега. Мало того, мы говорим, скажите, пожалуйста, Петр Иванович, ой, Лев Николаевич, извините, вам-то нравится вообще то, что мы с вами подобрали? Он говорит, мне нравится, но мне с женой надо посоветоваться. Тогда давайте поступим так. У нас есть такая практика, она вас не обязывает ни к чему, но это, ну, я не могу иначе оставить товар. Потому что может быть, может сложиться такая ситуация, что вы придете с женой, а этого уже не будет, потому что это самая ходовая модель. Вы можете внести мини-депозит в размере тысячи рублей, да? Он вас ни к чему не обязывает, то есть покупать не надо. Но, во всяком случае, я перед руководством могу этот момент для вас придержать, да, эту модель. Если вы решите отказаться и вернуть деньги, ну, мы нормальные люди, ну, вернем вам деньги, ну, ничего страшного. Но, во всяком случае, не будет обидно, потому что товара уже не будет, когда вы придете с женой. Тоже определенный метод, нами используемый, да? Поняли? Так, все, все, взбодрились. Дорого. А что дорого-то? Что делать с дорого? А? По сравнению с чем? С деньгами. Ну, вызывание тоже, это не сильно хорошая тактика. Зато у нас есть, да. То есть первая тактика, если на уровне тактики говорить, пытаться оправдать цену, да? Говорить, нет, это недорого, это классно на самом деле, да? Да вы что, это... Или, там, пытаться оправдать цену. Тактика есть, имеет свои... Она имеет свои инструменты для этого. Например, там, вы знаете, здоровье детей – это не то, на чем я бы советовал экономить. Или вы знаете, статус там не та штука, на которой, наверное, имеет смысл экономить. Или отпуск. Это все такие штучки, дрючки, которые, как бы, ну, они работают, но в малых случаях. То есть, то, что мне нравится, это интуитивно понятные такие аргументированные вещи. Например, говорю, мы можем сделать дешевле, конечно, без проблем. То есть, ну, можем спуститься по цене, но там уже не будет воздухозаборника. То есть, ну, с отказом от функции. То есть, можем дешевле, но там не будет. В частности, например, когда... Ну, можем дешевле, но за счет более... Ну, менее качественных материалов. Вопрос, нужно ли это вам. Всегда цена для нас является вязкой штукой, которая может всегда колебаться. Можем дешевле, то есть, а, например, а мне предлагали, ну, или, а вы можете за 4 рубля? Конечно, можем. Буквально недавно была ситуация, мы отгружаем клиента по 4 рубля, но там объем от 30 тысяч тонн, ну, без проблем. Да, или по 100% предоплате. То есть, это всегда торг. Всегда любое понижение цены дается вам за счет другой уступки. И это нормально. Да, потому что если... Да, можем дешевле. Что для человека это значит? Значит, цена была неоправданно надута. Значит, продолжим прогибать. Поэтому в данном случае вы говорите, да, можем дешевле, и предлагаете вариант дешевле. К слову, можно его и продать. Реально. Этот вариант дешевле, это будет, может, неплохо. Объясняете, что там этого нет, да, и человек либо соглашается, либо не соглашается. В сантехнике у меня, например, такой скрипт. Часто бывает то, что мы работаем с частными заказчиками, и он говорит, а вот мне проще управляющей компании заказать ремонт, да, например, сантехники. Мы говорим, у нас дешевле, чем в управляющих компаниях. Вот список управляющих компаний, давайте сейчас позвоним. Ну, реально. Ну, чтобы доказать, спросить. Он звонит, оказывается, у нас дешевле. Если он говорит, а у других дешевле, вот, ну, и мне еще дешевле надо. Мы говорим, если вы настаиваете, мы можем сделать дешевле, но за счет тех материалов, на которых у нас не будет распространяться гарантия. Вопрос, нужно ли это вам, и чем это грозит, да, потому что это грозит вам примерно, там, стами тысячами, которые вы потратите на ремонт, потому что эти трубы однозначно протекут. Ну, но решать вам, решать вам, решать вам, да. Поэтому возражение, самая, наверное, эффективная техника при работе с возражениями, это просто даунселл, да, при отказе от функции, объяснение с аргументацией, почему, да, или превращение, ну, так называемая доларизация. Давайте с вами посчитаем, дорого или нет. И у нас, ну, это когда вы говорите, вы можете, конечно, сейчас взять дешевле, однако по нашей практике бывает поломка через два года, и вы потратите еще столько же денег на ремонт. Понимаете, да, превращение разговора в деньги, про дорого или недорого. Даже, мало того, есть цена ожидания. У нас, например, в диодах продавцы выводят потерю от того, что он думает. Если бы вы решили, там, например, решились прямо сейчас, если сравнить ситуацию, если вы решаетесь прямо сейчас, мы вам, у вас там окупаемость составляет столько-то, если вы тянете с решением, то за каждый месяц отсрочки вы теряете примерно столько-то. Прикольно, да? То есть, ну, мы можем посчитать, во сколько ему обойдется затягивание решения. Вот, это есть другой метод работы с ценой, долларизация. Теперь, если это дорого, превращается у других дешевле. Бывало такое у вас? Давайте я с кем-то отработаю. Вот у вас, например, да? Бывало. Роль ставлю. У других дешевле. Вы клиент, я продавец. Вы говорите мне, у других дешевле. У других дешевле. Я говорю, как вас зовут? Лев Николаевич, я говорю, Лев Николаевич. Извините, Николай Львович, вы, я так понимаю, вы с кем-то уже сравнивали, да? Если не секрет, с кем? Ну, вот, обзванивал сайты. Обзванивал сайты, да? Скажите, пожалуйста, мы говорим о той же самой фурнитуре? То есть, фурнитура европейская или могла быть китайская? Честно сказать, не знаю. Не знаете, да? Ну, вы рано сдались. То есть, ну, да, такая же фурнитура. Ну, такая же, точно такая же, точно такая же. Скажите, пожалуйста, по гарантии, так же была включена в стоимость? Гарантия на 3 года, да? Так же была. Отлично. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о механизме пусковом, то вы уверены, что это именно ротор плюс? Да. Точно такое же, да? Все точно такое же. Отлично, отлично, отлично. Хорошо, хорошо. Хорошо, и еще такой маленький вопрос, маленький вопрос. То есть, туда в стоимость также было включено сервисное обслуживание, да, в случае поломки? Ну, да. Да, все то же самое. Слушайте, Лев Николаевич, тогда, ну, однозначно нужно взять, наверное, у тех, кого бы отзванивали, только есть маленький нюанс, единственный, да, который я должен вам сообщить. Мы работаем напрямую от производителей, да, по рекомендованным розничным ценам, за которыми они очень жестко следят. И если вы, как вы говорите, то же самое при тех же профилях, при тех же фурнитурах и роторах нашли на 30% дешевле, конечно, надо взять у них, но это как минимум подозрительно. Ну, решать вам, решать вам, решать вам, решать вам. Развлечение. Ну, это прикольно. Метод работы с у других дешевле. То есть вы говорите, сравнивали ли или нет, и любой вам ответ подходит. Он говорит, да, не скажу вам, с кем сравнивал, например. Ну, отлично. Вы дальше уточняете информацию. На одном из этапов, скорее всего, ваш человек скажет, я не знаю. Вы говорите, ааа. Ну, так вы не говорите только ни в коем случае. Вы говорите, вы понимаете, просто на цену влияют факторы, причем кардинально, да, например. То есть один лишний сантиметр там в профиле может на 20% увеличить стоимость окна, да. Ну, или там на 5% увеличить стоимость окна. Поэтому, ну, здесь нам необходимо очень четко разобраться, между чем и чем вы сравнивали. Потому что само оборудование, не оборудование, гарантия, сертификация. Если вы настаиваете и хотите уложиться именно в цену, это единственный фактор, по которому вы выбираете. Мы с удовольствием вам предложим лучшее решение, которое у нас есть, именно в рамках этой цены. Если есть еще что-то для вас важное при выборе, помимо только цены, например, безопасность, долговечность, надежность и так далее, тогда я все-таки рекомендовал бы присмотреться вот к этому варианту. Так, по вопросам пока оставим. Понятно, да, что делать, если у других дешевле. Вариантов много. Я сейчас специально даю лишь несколько, чтобы не было каши в голове. Потому что про скрипты можно говорить неделю. Я могу вот на неделю вам там коучинг провести. Нет, дорого. Дорого. Да, дорого, кстати. У других дешевле. Что еще? Времени нет. На что времени нет? Слушайте, ну, это же очень просто. То есть, ну, если вы говорите, нет времени на встречу, вы говорите, слушайте, давайте посмотрим так. Наша встреча займет там пять минут. У меня, ну, мы сами уважаем и свое, и ваше время. Мы покажем, сколько вы сможете сэкономить или заработать дополнительно, да, благодаря нашей продукции. Если вы поймете, что выйдет толк, ну, глупо как бы отказываться от прибыли. Если вы поймете, что неинтересно, ну, этого будет достаточно. Да-да, нет-нет. Вот и все. Ну, остальные возражения не являются настолько актуальными. Я же не могу каждого приглашать. Когда обзванивают, вы часто коммерчески приглашаете? Сейчас, Жень, подожди. Давай. Часто, когда обзванивают, узнавая цену, спрашивают, ну, примерные цены мне назовите. Давайте приедем, вам просчитаем. Нет. Ну, я не могу же каждого приглашать. Вы говорите именно примерные цены. Причем делаете, раз вам надо назвать примерные цены, вы называете локомотивные. Да, например, вот в частности, одного из участников мастер-группы, я не знаю, он здесь или нет, вот вчера был разговор, он строит дома, да, компания, которая строит бревенчатые, ну, вот эти вот, из цилиндрованного бруса или каких-то там этих. Вот у него самым сильным решением стал товар-локомотив. Когда он выделил опции на дома от коробок, да, от голых коробок, называет цену, он называет цену за коробку, ну, за, в принципе, коробку. Как вариант, можно назвать там за опции, и это нормально. В данном случае в окнах то же самое. У нас пластиковые окна от 4880 рублей. Другой вопрос, что эти 4880, это самый дешевый профиль, самый дешевый стеклопакетик, вообще, который даже не открывается, без доставки и монтажа, да, ну, как бы, ну, а если, чтобы понять все-таки, какая цена конкретно у вас будет, мне нужно задавать вам несколько вопросов, а лучше посмотреть. Просто смотри, на конкретном примере, полировка мрамора у нас, да, цена явно сметная, но у всех выезд на осмотр для оценки, он бесплатный. То есть, соответственно, люди, когда обзванивают, они говорят, назовите мне, там, примерную цену, ты им называешь, допустим, от самой низкой. Приезжают на место ребята, обсчитывают, цена от этой маленькой получается, как правило, в три раза выше всегда, потому что клиент не знает многих вещей. И возникает типа разочарование, да, сильно. Если это делать всегда, мы так экспериментировали, называли всегда самую низкую цену, выезжали и давали фактическую, то, ну, практически никто не остается. Ну, давай думать с точки зрения целесообразности. Если действительно возникает такое сильное несоответствие цены, значит, мы либо называем цену выше, да, либо, я говорю, что, вы знаете, ну, по телефону вам, скорее всего, назовут самую низкую цену, да, ну, я так говорю, и вам, скорее всего, назовут самую низкую цену. Другой вопрос, что от реальной ситуации, да, то есть, ну, все будет сильно зависеть. Наша задача сделать так, чтобы вы заплатили меньше всего, да, но вот реально, то есть, ну, у нас даже такая есть акция, там, честная цена в окнах, да, без рекламных накруток. Вот давайте мы с вами приедем и нормально разберемся. Наш интерес, вот то, что я еще доношу, мы понимаем отлично, мы, ну, как бы не идиоты, что если мы с вас сейчас возьмем больше денег, чем это того стоит, да, или вы посчитаете себя обманутыми, вы закажете у нас только один раз. 90% наших клиентов – это постоянные клиенты, которые работают с нами уже на протяжении нескольких лет. Такое происходит только тогда, когда мы даем ту цену, которая в рынке, во-первых, и то качество, которое выше рынка. Поэтому, ну, давайте с вами познакомимся и поймем, что вам нужно. Да, имеет, все, все, имеет, имеет. Вилку можно, всякие разные можно. Это были возражения. Ну, хватит. Потом, в частном порядке, вот вы лично подойдите, я вам отвечу на вопрос. По поводу закрытия сделки, по поводу, как перевести человека на деньги, для кого актуальный вопрос. Да, ну, актуально, хорошо. Просто это достаточно, ну, такая неочевидная штука. То есть нет у меня конкретной фразы, которая тут же, оп, человек деньги достает, да, и вам выкладывает. Тут, скорее, больше подход. Один из подходов является перенос за момент покупки. Это значит, вы говорите с ним так, как будто решение о покупке уже принято. То есть вы обсуждаете условия эксплуатации. В данном случае вы говорите, так, смотрите, вот, только очень важно, смотрите, когда мы вам доставим стул, вы достаете из коробки, включаете в розетку и два часа ждете до того, как эта лампочка станет зелененькой. Понятно? Да, да. Потом обязательно влажной тряпочкой протираете, тогда он будет долгим. Все нормально. Здесь смазываем, смазываем солидолом. Понятно? Да. То есть мы говорим о условиях эксплуатации. Как будто бы человек уже захотел купить наш товар. Чего такое? Время? Понял. Это первая техника. Первая. Вторая техника называется некое заполнение какой-то заявки. То есть какой-то любой заявки. То есть вы говорите, давайте оформим с вами предварительную заявку. Можно сказать, она не обязывает, но она нужна для нашей базы. И вы начинаете заполнять форму заказа, уточнять, человек сам входит в некоторый такой фрейм. Дальше вы в заявке задаете вопросы о предпочтительной форме оплаты, соответственно, человек уже входит в режим оплаты. Ну и есть одна еще нечестная техника. Она называется Вау-эффект. Это когда, кстати, кстати, забыл, забыл, всем нашим клиентам мы дарим средства для очистки акриловых поверхностей. Будете заливать его в свою ванну после использования, она будет там прочищать все, все будет замечательно, никакого запаха, все отлично, будет долговечно. Это вам. Он говорит, спасибо. Ну, понимаете, да? Ну, это немножко так жестковато. То есть лучше подарить это просто, когда человек уже купит. Это будет намного круче. Это, ребят, это модель. Все, что я сейчас рассказал, это модель такая, сильно универсализированная модель скрипта. Я надеюсь, вы поняли, что скрипт этот достаточно прикольно. Ну, как бы, ну, кто понял? Ну, я очень рад, потому что мне нравятся переговоры, мне очень нравятся продажи. Я сейчас напоследок что хотел сказать. То, что вот, к сожалению, я иллюзии особо не строю относительно успехов в этих самых скриптах. Потому что, будучи стрессовой достаточно занятием, вот есть такая наука о знаниях, она называется гносиология. Да, знаете, да? Вот есть несколько стадий. Вот информация о скриптах уже давно была. В книжках, в фильмах. Но она не принадлежала вам. Вот я вам сейчас рассказал, она прошла через вас и стала знанием. Вот вы знаете это. Дальше, чтобы знание работало, вам необходим уровень понимания. Понимаете? Понимание, вот я вам сказал, уводите нейтральным вопросом от цены. Понятно? Вы такие, нет. И если вы просто придете, например, сейчас на работу к себе и своим сотрудникам скажете, вот так надо, просто так надо, но он внутренне не согласится с тем, как это работает, он не будет это делать. После понимания есть целая пропасть вот такая вот, доумение. Надо уметь. Чтобы уметь, надо делать. Ваш организм будет сейчас сопротивляться всеми силами и народным конструкциям, пусть даже ментальным. То есть вы выслушали скрипт, все нормально, вы будете звонить или приходите на встречу. Так, так, программирование, давайте поступим так, чтобы сэкономить с вами время. Здравствуйте, я представляю компанию, мы представляем товар по шуму, что же я наговорил, да? Или так, название цены нейтральным вопросом. Нейтральным вопросом, в каком районе Москвы находитесь? Стоит пять тысяч. Ну, так наш организм нас держит. Поэтому здесь самое важное, это такой first blood, это первая кровь. Это слить первых пять клиентов, как ни странно. То есть мы когда, например, я обучаю там сотрудников своих, я сажусь прямо в месте сотрудника и говорю, давай звонить с тобой. И ничего страшного, если мы сейчас клиентов сольем. Ничего страшного. Зато он проработает, и то, до чего вы должны дойти на уровне практики, это до того, что вы смотрите, что это не просто прикольная информация, а это реально работает. И вот вы взяли первое программирование, сказали, давайте поступим так, я задам вам несколько вопросов, потом вы примерите, окей, окей. И человек говорит, хорошо. Ничего себе. А потом это так, знаете, стоит пять тысяч рублей. Кстати, вы в каком районе Москвы? В Чертану. Офигенно. Как только вы почувствуете на своей практике то, что скрипт работает, у вас сразу к нему изменится отношение. Сразу, сильно, потому что вы увидите в этом деньги. Пока для вас это информация, а я хочу, чтобы это были для вас деньги, ваши же. Поэтому это умение. После умения следует уровень мудрости. Мудрость – это способность кого-то научить. Научить, передать этот опыт. Сразу, учил-учил, сам понял называется. Это реально прикольно. Если вы хотите научить, вообще скрипты нужны обычно для сотрудников. То есть мы сотрудников скриптуем. Но вы не можете ничему научить, если сами не умеете. То, что в продажах продажники – они волки. То есть волки признают сильного, самого сильного. Если, например, тренер говорит по продажам, сотрудники всегда тестируют на вшивость. А вы можете показать нам пример? А вы можете позвонить, просто продемонстрировать, как надо? А вы можете со мной на встречу поехать? Можете показать мне, как надо? Я посмотрю, у вас получусь. Такой тест на вшивость. Если вы скажете, нет, хороший тренер по футболу, не обязательно футболист. Они такие фуфлоты, а не тренер. Ну, вот в продажах так. Поэтому, если вас тестируют на вшивость, вам надо согласиться. Вот меня тестировали на вшивость так раз пять. В разных сферах. Особенно даже хуже, если это не мои сотрудники, а, например, сотрудники моего клиента, которых я чему-то учу. И знаете, что для меня значит отказаться? Сказать, нет, ребят, типа, я тренер, я не алло. Но очень страшно обосраться. То есть, если мы сейчас обосремся, это эпик фейл полный. Поэтому я говорил так, конечно, давайте я вам сейчас покажу. Так, все садимся. Смотрите, да, не вопрос сейчас, продам ли я или не продам. Назначу встречу или не назначу. Вопрос, с какого раза я продам. А я буду звонить до тех пор, пока я не сделаю результат. Потом мы поменяемся с вами местами и посмотрим, с какой попытки это удастся вам. Да, немножко такая. Затем я начинаю звонить. Они все как волки такие. Сейчас сожрем. И вот у меня из четырех или пяти, сколько я так звонил, три раза я продавал с первого раза. Ну, это был обычно какой-то скрипт по добивке базы, например, по назначению встречи, еще что-то. Один раз я продал со второго раза. И вот, когда ты продаешь, когда ты проговорил с клиентом, все они смотрят на тебя голодными глазами такими, лишь бы ты обосрался, да, например. А ты сделал это, результат положительный. После этого ты так медленно кладешь трубку. Они так все немножко оседают. Ты говоришь, в воздухе такая электрическая пауза повисает. Ну, че, щенки, поняли, кто здесь главный, да? А теперь мы не будем говорить, работает это или не работает. Теперь я буду контролировать соблюдение скриптов, да? Вот и все. А после этого уровня возникает последний уровень, это энигма. Энигма это не группа, которая завывает что-то, но изначально это понятие означает безсознательное владение знанием. Это когда вы сами не понимаете как, но слова сами строятся в скрипты. Потом вы в книжках узнаете, о, это же скрипт. Ну, интуитивное понятие. Вот на машину водите, например, вы же не задумываете, как вы скорости переключаете. То же самое здесь, то же самое в скриптах. Вы можете выдавать автоматически просто, сразу, прыг, конструкцию. Это значит, вы на энигме. Это прикольный уровень, когда вы не думаете, какую передачу включить. В общем, моя задача сегодня была вас сильно вдохновить немножко скриптами. Я не знаю, удалось ли мне или нет. Отписывайтесь сегодня в комментариях, как обычно. По конференции подходите к организаторам. Вот они там сидят. По скриптам будет тоже отдельный блок. Рад был вас видеть. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...